йоу всем привет вы смотрите канал или ютубишь меня вместе мы становимся умнее смотрим различные видео и сегодня как раз именно тот случай когда мы с вами станем умнее но если не умнее то явно эрудирование и это все потому что сегодня наш канал будет посвящен точнее наш выпуск будет посвящен исключительно сигме исключитель но исключительно сигме сейчас объясню что я имею ввиду сейчас на собираться побольше я хочу устроить даже небольшой конкурс как как в программах юрия дудя конкурс будет заключаться в том что вы дорогие друзья сможете доказать мне что вы шарите по моему интересно а ну давайте посмотрим что мы сегодня будем с вами лицезреть дело в том что вчера уже под вечер на точнее не под вечер а после кого от кеннери задонатил сумму отдельное мы спасибо за то что мы посмотрели ролик про сигму dp2 мерил мне вообще нравится сигма вы знаете тем более на фавионах с ней все прекрасно и я этот ролик в любом случае посмотрю но не сегодня потому что сегодня камрада кеннери немного опередили прекрасная не это прекрасная космина потому что космина и и она выпустили четвертый эпизод их эпопея не побоюсь этого слова по поводу рава с сигма fp на всякий случай напомню что ребята выпускают видео как сигма fp раскрывается в равах с бироса cinema dng и с прорез ро возможно они в итоге сделают еще и какое-то сравнение всех трех вариантов и скажут в чем все таки лучше снимать raw файлы со сигмы тем не менее сегодня вот они выпустили 4 часа назад всего выпустили видимо третью здесь уже эту четвертую часть этого видео и мы его естественно посмотрим здесь 30 с чем-то минут такого полнейшего фото фетишизма сложности непонятности и немного оленя вот этого да но чтобы уж совсем с вами не переуныли от этого то вдруг мы посмотрим еще канал на джессики кобейский у которой 2 миллиона подписчиков 2 миллиона подписчиков как она снимает почему ты еще просмотров за час а как она снимает backstage в и но чтобы мы тут совсем с вами до техно фетишизма не отъехали вот мы это посмотрим и кстати есть еще момент наш прекрасный мир лос-румас рассказывать что ребята из такины выпустили три новых объектива 300 600 900 это все рефлекс то бишь зеркальные объективы есть такие они все мануальные а и более того они манал фокусе на письме mount lenses то есть для письма но среди них есть 900 миллиметров на секундочку 900 миллиметров это конечно все прикольно но не на это я хотел обратить ваше пристальное внимание повторю сегодня день сигмы и вот такая вот интересная новость проскочила слух о которой мы узнаем get lens через пару недель подстебывать теперь а слух это про то что сигма выпустит 50 1.4 dgdn это очень круто в принципе полтинники сигма очень хорошие все которые они выпускали полтинники по крайней мере 14 были хорошие и вот они переделают этот объектив в зеркальную версию я сейчас вот эти характеристики даже как бы читать не буду это не очень интересно почему потому что надо посмотреть когда это все выйдет и еще один немаловажный момент помните ребята из nikon обещали что они сделают точнее ребята из nikon был слух что сигма сделать объектив какой-то еще и под z mount но и и вроде как первым объективом должен был быть 60 600 который недавно презентовали о котором мы недавно говорили но не случилось на nikon z этот объектив не вышел и были тут же слухи что выйдет какой-нибудь другой объектив и мне кажется 50 1.4 этот тот объектив на который в общем то можно сделать этот релиз потому что 60 600 это специализированный такой объектив не для всех а полтос но это такой очень народный в плане фокусных расстояния объектив и будет очень интересно посмотреть сигма арт было прекрасно что будет с этой сигмой посмотрим явно она будет получше но вот посмотрим даже очень интересно генн откройте bayonet можно прям хэштегом делать ну и вот нас собралось уже энное количество давайте я сейчас объявлю и объявлю еще чуть позже самым внимательным вот вы сейчас меня лицезреете да и обычно я себя снимаю вот на этот объектив вот на этот объектив это сигма 18 35 но сегодня я снимаю себя как вы понимаете ну может быть на другую 18 35 и я тут хитрю или это вообще другой объектив и вот мне интересно ребята вы увидите вы разницу в картинке и скажете ли примерно какой это объектив хотя бы примерно вот бобрик если ты тут ты же канонист ты должен знать это 80 до это все еще 80 д ничего не менялось а может и менялась может какие-то характеристики изменились я не знаю а может не поменялись кто же разберет вот и интересно дорогие друзья сможете вы определить что поменялось ну вот я вот так вот пока переключу даже поменялось ли что-нибудь вообще что-то изменилось и изменилось если то в какую сторону вот на всякий случай напоминаю что у нас есть чат и в чат можно писать я отвечаю на все ваши вопросы и вообще просто читаю все и это хорошо тем не менее если вы хотите засветиться сразу и испытываете непреодолимую потребность помочь каналу непределимое желание непотребность желания то милости прошу буду крайне рад вот но один начнем читать комментарии и пойдем сначала посмотрим на девушку а потом посмотрим на на и на космину мне на сигму отдан пишет всем привет привет дэн кэт пишет привет всем привет кэт меняр пишет привет роман роман пишет привет привет роман андрей всем шалом андрей Шалом Алекс Т Привет из чата Любителя Сам знаешь чего Хорошо У Джессики Девяю ляма подписчиков Где? На ютубе? Да На ютубе 1,95 лямов На секунду Хэшки Уброю компания Импреза Приветствую тебя Кэт 17 зрителей Только 4 лайка Спасибо большое Лайки подтянутся 51,94 1,8 Сейчас стоит А Сейчас стоит Нет Нет А может да Я пока Собираю мнение Че это я сразу нет Вдруг я Жалкий обманщик Какими часто Блогеры бывают Че ты сегодня добрый Вот Давайте начнем смотреть Люди подтянутся Я еще задам этот вопрос Понаблюдайте за картинкой Здесь она в принципе Достаточно крупная Для того чтобы понять Ну Здесь понятно что Не важно На что я себя снимаю Ну и здесь не сильно Открывается Какая-то Перспектива А вот тут еще Можно что-то Попробовать Ну на всякий случай Если вы сомневаетесь Это все еще Объектив с автофокусом Да То есть автофокус у нас Работает Все нормально Тут Никакого 7 артизанса Мануального Нет Все по честному Все для канона Вот Так что давайте Потихонечку начнем А Я снимаю Шляпу перед Джессикой Перед Джессикой Можно снять Не только Шляпу Так Вот это конечно Прекрасно Вот это прекрасно Вот только бы на канон еще Только бы на канон Так Ну погнали Сейчас Один момент Буквально Один момент И Погоним Так 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 Да Ну поехали Сейчас Джессикой у нас вернется А ну тут показано имя модели Ну модели Так Подождите Почему не работает перевод Хотим Хотим перевод Простое И оно дополнит любой ее образ Так что это не слишком ошелом Вот Еще раз Еще раз Ребят Один Девяносто три миллиона Джессика Вот Вот при всем уважении Сергей Привет 1855 Окей Слушай Ну на 1855 Мне кажется У меня была сигма Так Давай я водное дам У меня сигма Стояла на Фокусном расстоянии Каком-то Каком-то Ну от 18 до 35 Логично И Диафрагма была 1.8 или 2 Ну там Когда как Обычно 2 Я чуть-чуть Я иногда посветлее Хотел иногда потемнее Ну грубо 1.8-2 То есть если бы здесь стояло 1855 То наверное бы У тебя были шумы Видны в 4 раза больше Ну то есть Вроде как Их особо не видно Это я такие Подсказочки даю Так вот Джессика Пересвем уважение Где ты нашла Вот этого парня Вот на которого Ты сейчас смотришь Что он вот так снимает Что у него все валится И у тебя 2 миллиона подписчиков Вот никогда этого не понимал Может когда Когда-нибудь случится Постою рядом с человеком У которого 2 миллиона подписчиков И пойму Почему При таких цифрах Тони снимает Свои видео Отвратительно При шикарнейшем доме И Джессика Не может Нанять человека Которую руки не дожат Что оно белое простое И оно дополнит Любой ее образ Так что это не слишком Ошеломляюще Что это Понимаешь о чем я Я сделаю много Крупных планов для Сан... Ну чувак Ну стабилизатор Да на телефон снимай На телефон лучше будет Для визажиста Все еще зеркалочка Пойдем 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 Меня выгоняют Так что я просто пытаюсь Найти хороший свет Да мы просто снимаемся В паре таких фильмов Обожаю зелень Я понимаю Спасибо ребят Это я так просто на себя А вот Вот если я не знаю Советское детство Меня испортило В этом плане Их фильмов Обожаю зелень Кто же не любит А потом давай Может быть сделаем О боже мой Вы ребята Просто играете в цветы Да Может нам попробовать Сделать хороший крупный план Вот так с цветами Так много текстуры Да Верно Я чувствую Что ты тоже художница Прямо здесь ребята Это такое красивое местечко Я действительно хочу Посмотрим Это просто так Мы смотрим Немножко расслабиться Перед сложными вещами Потому что мы тоже Пытаемся показать макияж Так что я хочу сделать Хороший крупный план Для Сары Может быть вот здесь Но мы будем очень близки к этому Подними немного подбородок Вот это вызывает такое искажение Я должна быть осторожна Правда Поехали Поехали Мне нравится Как ты вытянула руки Смотри прямо перед собой Подняв обе руки вверх Может быть ты не поднимаешь Одну руку И не смотришь сюда Ты великолепна Отличная работа Я думала Что будет намного жарче Это правда Знаешь что Когда мы приехали сюда Это было ужасно О давай займемся тобой Прямо здесь Давай просто возьмем тебя так Как будто ты сидишь На черепе Это так Яндекс Мое почтение Мило Мне очень нравится белый фон Ты знаешь в чем дело Да Это на самом деле мило Да это действительно мило Посмотри на этого маленького кота О боже мой Давай обойдемся без перчаток Без перчаток Хорошо Они снимаются Это для последних нескольких снимков Да Йоу Я уже буквально вспотела Я действительно подумала О не так уж жарко А теперь я уже вспотела Это все из-за моей спины Нет Я еще не готова Это буквально наверное все Я подумала О все не так уж плохо Я хочу чтобы ты смотрела в сторону улицы Да это великолепно Мне скоро понравится Ложитесь на пол ребята Это происходит Это действительно приятно Обжигающе жарко наверное около 100 градусов Таня прикоснись к полу Это хорошо О да он нагрелся Мы можем готовить Таня ладно Все вопросов нет Заплати за теплый пол в ванной Грустная сара Это правда Это правда Унитазы с подогревом Унитазы с подогревом Унитазы с подогревом Некоторые полы с подогревом Ребят Яндекс Мое почтение Однажды случилось со мной в Корее В квартире в которой я жила Были полы с подогревом А я не знала Я купила кучу батончиков Киткэт в М&М И положила в свой чемодан И он вел себя как гигантский горшок А потом я проснулась на следующее утро И весь мой шоколад растаял О нет В твоем чемодане Я так Отличная история Отлично Расстроилась Так вот какая история о том Как мой шоколад растаял в Корее Так что всегда проверяй полы Всегда проверяй полы Так что мы сделаем еще парочку таких прямо здесь Ребята Кошка будет на заднем плане Некоторых из этих фотографий О Он пытается быть на заднем плане Чувак Я одержима косметикой Я знаю Это не имеет значения Окей Давай сделаем несколько ходячих вещей И тогда у нас все будет хорошо Хорошо Я действительно Несколько ходячих Люблю это место Очень просто Это прямо за пределами этого дома Оно охраняет сет Это то что мы делаем Так что мы просто сделаем пару последних снимков здесь И все Мне это нравится Мы делаем снимки при ходьбе Черт возьми Ты проходишь прямо мимо меня Окей На этом все Давай сделаем это еще раз Он сказал Дэм Как знаете Чувак Помойся с догом Который Дэм Дэм Самые сложные снимки Потому что Да Все должно быть идеально Все части тела должны быть на нужном месте Это должно быть правильное движение Так что мы проделаем это еще пару раз Оглядываясь назад Помойся задом наперед И возвращайся назад Великолепно Помойся задом наперед И возвращайся назад Это лучшее что я мог слышать Правильно Все правильно мама Это я Получаю комментарии Может быть это было и по отношению ко мне тоже Я думаю Это было так Все трое О которой ты говоришь Да посмотри на меня Это все из-за этих туфель У тебя завязан шнурок Я самая сексуальная Таня это небезопасно Тебе нужно завязать шнурок Это то что я делаю Это то что я делаю Окей значит Рискуешь с собой Танюша Танюша завяжи шнурочек Ты вроде как смотрела в эту сторону Да прямо туда А потом смотрела сюда Да О боже мой там горит свет Так жарко Ребята вы понимаете Что вот Вот это видео Я не знаю сколько оно наберет В итоге просмотров Вот давайте просто ради веселья Вот Джессика взяла какую-то девушку Пошла и пофотографировала Пока снимки Ну обычные снимки Давайте так Я не буду Ужестить Ну снимки и снимки Вот 44 тысяч Где-то просмотров Где-то 7 Где-то 32 тысяч Просмотров Может еще что-то Не знаю Вот видимо Аналогичное видео Примерно 14 тысяч Просмотров Да А вот видео Космины Которое разбирает Как работает Раф Вот имеет 42 просмотра Мне кажется Это несправедливо Мне кажется Это несправедливо На всякий случай Скажу Косина You make a great job This girl Just shoot another girl And Try to be funny It's not so funny You Are super Because you try to say Difficult Things To us Respect Вот так вот Продолжим Вот это досмотрим Ребята, давайте Это как будто Попало мне Прямо между бровей У меня на спине Проступил пот Так что последние Несколько упражнений Мы делаем сидя Как обычно Все садятся Таня садится Это легко Мы все садимся Для последних Нескольких снимков А я собираюсь Сосредоточиться Примерно здесь Наверху Мне это нравится И свет здесь Такой мягкий И красивый Она у меня под этой елой Ты сможешь сесть Я точно не знаю Как это называется Как называется это садоводство Растения Очень мягкие Они очень Растения Ну в принципе логично Ты хочешь сделать Снимки для визажиста Ты действительно Хочешь похвастаться Накрашенной прической Мои английские Это так прекрасно Что ты понимаешь Это прямо Прежде чем Я сказал Эта Моя Моя Ага Поэтому я стараюсь Взять здесь Всего понемногу Окей, я думаю У нас все хорошо Окей, я буквально Вспотела Это того стоило Так как ZZ Как обычно Справилась потрясающе Просто потрясающе Спасибо тебе, Сара Подожди, что Ты просто справилась Потрясающе Как никогда Это имеет значение Черт возьми Окей, ты не получишь Эти фотографии такими Нет, как всегда Ты шутишь? Я люблю Азизи Окей, так что спасибо Что присоединилась Ко мне на сегодняшней фотосессии Моя, хотел вот Посмотреть видео И отвлечься А в итоге я посмотрел Это видео И расстроился Ну вот как Такое происходит Не понимаю Не понимаю Давайте почитаем комментарии И начнем же Серьезные вещи смотреть Серьезные вещи смотреть Начнем Так вот 18.55 Предлагаются варианты Окей В копилочку запишем Фокусное У тебя видео изменилось На более длиннофокусное Почему ты так думаешь Сергей Сим 18.55 Сергей Сергец Сергец Я надеюсь Буду называть Так как написано Ты знаешь Если бы это было так Ты бы должен был Увидеть ИСО Я так скажу На Сигме Стояло ИСО 250 То есть Здесь По идее Должно быть ИСО 1000 с чем-то Если это ИСО 1000 с чем-то То срочно Надо бежать за Кэноном 80 Ну лучше ИСО 10 конечно Сразу Потому что Если это ИСО 1000 Которую еще Вот так тебе растянули То это очень Хорошее ИСО Римой Сигма 18.50 Хорошее предположение Ну зачем мне Сигма 18.50 Если у меня уже есть 18.35 1.8 Дэн 20 или 24 Стоит Может быть Так Ну да Это я Спасибо ребят Что сказали про экран Но как ни странно Это первый раз Когда я Как бы знал Что я делаю Что-то широкое Или я прикупил Возможно Видишь кто-то Говорит наоборот Длина фокусная Кто-то говорит Широкая Интересно Да Так Так Вне видео ВВС Экран Спасибо ребят Да 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 Еф 24 Ф1.8 Хм Был Был Такой 1.8 А Подожди Подожди Еф Погоди Хорош Мне нравится Это предположение Бает Плывут Такой Рекой Волной Поэтому На всем Можно обращать Внимание Свинку Вспомнила Волка Зайцем Вовом Так Две девушки Условно лишние Две девушки Да Видео Две девушки И ни одного Мальчика Хороший жанр Ну там Три девушки Потому что Третья Снимает Так Красиво Девочки Умеют Расслаблять Ну в целом Да Грустная Сара Так У него Вот Что Что Это Я вспотела Из-за спины Сказала Джессика Как это Да это Яндекс Он Прикалывается Лютый Автоперевод Знаешь Он Настолько Плохой Иногда Что Это Даже Хорошо Вот Действительно Что еще Проверять Фотографу Кроме Полов Это Шедевры Портретные Фотографии Джонас Какие есть Это Что За Комедийное Шоу Это Должно Было Быть Расслабляющее Видео Перед тем Как мы Начнем Смотреть Очень Серьезное Видео Рифмодрон Шалом Зубастенькие Красавицы Шу Диафрагма Это Круто Святосила Рулит Девочки Пошли Сниматься В яблочках Мальчик You did a great job Thank you Very much Скинь ссылку Поставим ей лайки Слушай У него 2 миллиона подписчиков У него с лайками Знаешь Я иногда Прошу Например Перейти на Страницу автора Который делал видео Если даже Я с ним Не всегда согласен Это автор У которого Относительно недавно Начали Или Или Например Я попрошу Если понравится Видео Касмины Перейти Касмине И поставить ей лайки Потому что Я считаю Что она заслуживает Здесь И так у человека Все хорошо Мне кажется Мои Мои мотивации В этом плане Не нужны Девушки рулят Касмину Это хоть и не спасет Но ее 42 просмотра За 4 часа А не за год Ну это да Это да Раф не пользуется спросом На канале Джессики Ну не знаю You are English Is so good Yeah Потная Джессика Пахнет Аравом Вот это да Экиноторос Привет Роман Роман Окей Я думаю У нас все хорошо У нас все неплохо Да У нас все нормально Можно расстроиться После такой озвучки Да зачем Да нет Вряд ли Там ничего такого важного Не говорится Ду Духа смеш Видео Духа Духа смешат Хорошо Верли всем привет Может его сигма 35 на 1.4 Возможно 16 миллиметров РФ К сожалению У меня стоит 80D До сих пор Я не смогу поставить 16 миллиметров РФ Даже если бы очень сильно захотел Адлан привет Бобрик привет Сигма Фильчики Привет Бобрик Сигма выходит 50 миллиметров 1.4 ДГДН Условно лишний Подхватил от искусственного интеллекта Какую-то болезнь Температура 39 Ушел на больничный Береги себя Ну больничный Хорошо Можно дом полежать Рэмбой Сигма 30 Ну может быть Чиван Петро Привет Как делишки Ты Tomorrow Фильмейкерс Уже смотрел Нет Еще даже Не смотрел Это где 550 Канон Помню про него Однако Вчера был 2070 Очень надо было Посмотреть А сегодня Касмина Но у меня Есть Специальная Папочка Куда я Скидываю Все видео Которые Мне предлагают И я Помню Сейчас самое Главное Про название Видео Сказать правильно А то Сейчас я Наговорю На 51.8 Снимаешь Возможно Химик Привет 44 просмотра У меня За 4 часа У меня на котиках Не Ну Слушайте Контент сложный А Касмина Делает сложный контент Он Все время Будет таким Так или иначе Это нормально Но Вот Уважаю Касмину За то Что Как самураи Бьют в одно место И всякая такая Ребят Все кто присоединился На всякий случай Есть такой Маленький конкурс Да Я немножко Поменял объектив Раньше Снимал себя На сигму 18.35 Теперь поставил Что-то другое Попробуйте Угадать Что Хотел еще Поменять Выдержку Ну Выдержку Чтобы сложнее Было Чтобы Моушенблюр Был сильнее Но потом Подумал Ладно Выдержку Оставлю Остальное Не знаю Менял Или не Менял Не могу Сказать Вот Люди Которые Шарят Или Которые Думают Что шарят Welcome Нет там Еф 24.1.8 Но есть 24.2.8 Радио Все 24.2.8 И Аааа Вспомнил 24.2.8 Да Был такой Был такой Но это не он Где так На всякий случай Скажу Это не он 40 миллиметров Может поставил Может быть Но ты Переоцениваешь Длину Моя комната Вот здесь Вот расстояние От стенки До стенки Метр Два Если не Меньше Мир 16 Мир 16 Вот так Не умеет А вот Привет народ Привет комендант Опять Ленин читаете Конечно Нам то только и надо Дэнчо Привет Если не слышал Попробую угадать Что за объектив Я никому Не говорил Так что Никто не в курсе Немножко поменял Объектив Здесь свежо Или уже можно открывать Дэн Сейчас надо будет Улицу проветривать Потому что Как раз ты пришел И мы будем смотреть Касмину Как она Из Фуджи Из Фуджи Извините Из Сигмы Выжимает Порес Раф Поехали Типа собеседования Который у меня Был на заднем плане К чему-то более Вот Касмина Поменяла Немножко Наруто Что-то из Наруто И поменяла Задний план Теперь там Находятся Книжки Но снимает Она себя снизу Я бы камеру Выше поставил И книжки Непринужденному Надеюсь Я стараюсь Воздерживаться От чтения Большого количества Страниц Телесуфлера Так что После этой Вводной части У меня будет Гораздо больше Голосовых И экранных записей Также приношу Извинения За пип-опс И другие плюсы Я использую Новый микрофон Шур И все еще Пытаюсь обойти его Это видео Интересно Какой Шур Я первый раз Вижу Чтобы Знаете Люди Как-то Знаете Вот я бы так мог сказать Если бы я использовал Микрофон Я сейчас условно Если у вас Микрофон FIFINE Не сочтите за Наезд Но я просто Не могу придумать Просто бренд Вроде нормальный микрофон Если бы ты использовал Микрофон FIFINE Ребята Извините У меня микрофон FIFINE За 2000 купил Как бы больше не было Сорян Вот такой звук Но когда человек Использует Микрофон Шур Тут не за что Обходить Имеется ввиду Что Скорее всего Есть какие-то Настройки Никиты И надо их соблюсти Чтобы DC Деклик В общем Настроить Аудио Так Чтобы у тебя Был нормальный звук И с новым микрофоном Это может быть Потребуется Но я не знаю Что здесь имеется ввиду Но Наверное Это Четвертая серия Как разоблачить Ро от Sigma Где я собираюсь На Sigma У меня стояло На Sigma У меня стоял 24 3.5 Убираюсь рассказать О ProRace Если ты меньше Приду Полнокадровую В первой части У меня будет Немного более Подробное введение Об импорте ProRace Raw Final Cut И обработке HDR Так Тогда я поговорю С тобой О применении Эффекта ложных цветов От DaVinci К отснятому материалу Sigma И о том Какие настройки Вы должны использовать Для каждого ИСУ Во второй части Как обычно Я покажу тебе Тестовые кадры Для каждого ИСУ От 100 до 12800 С шагом 1 F-stop Которые я выставила До плюс 6,5 F И до минус 3,0 С шагом примерно 1 F-stop Тогда ты увидишь Те же кадры С исправленной экспозицией Я включила кадры С уровнем Минус 3,0 F Как для оригинальной версии Так и для версии С исправленной экспозицией Чтобы ты лучше Видела уровни шума И восстановления теней После этого Я включила Два теста Со сверхнизкой освещенностью Которые были сняты На берегу моря В ночное время Для первого У меня нет коррекции Экспозиции Затем Максимально возможная Коррекция экспозиции И пара примеров С шумоподавлением Часть 3 Это обсуждение Результатов Начиная с уровня шума Точки отсечения Цветового сдвига И, наконец, Хорошего уровня экспозиции Ну, у них поменялись Вот эти вот все Презентажки Прикольно Начнем Я изменила способ Подготовки к ProRace Ro По сравнению с тем Что я сказала В протокольном видео Просто гораздо разумнее Сделать обработку Final Cut Вместо того, Чтобы экспортировать Ее в ProRace 422 или 4444 И делать это в DaVinci Если ты купишь Это Моус И запишешь ProRace Ro Sigma Я бы ожидала Что ты станешь Пользователем Final Cut Или Premiere Так что Когда ты впервые Добавляешь клип На свою временную шкалу Final Cut Распознает его Как высокий Динамический диапазон Давай немного Поговорим об этом Характеристики Ну Ну тут да Тут А Бюро Наверное В Final Cut Не обрабатывается Только в DaVinci Да Тут подстава Потому что Действительно Ну в принципе Ладно Звучит логично Если ты снимаешь В ProRace Ro Ты не будешь Пользоваться DaVinci Resolve Скорее всего Это одна из Причин кстати Почему я не Не оставил себе Рекордер От них Потому что Что я с ним буду делать Ничего не буду делать Вот Кихдер медиа таковы Разрешение не менее 4К Жаня я поменял объектив Попробую угадать Что теперь у меня за объектив Вот так вот выгляжу теперь Расширенные уровни яркости И более глубокие диапазоны теней Расширенное цветовое пространство 2020 года Это более широкое цветовое пространство Ну Рек-2020 имеется в виду По сравнению с цветовым пространством Рек-709 Из которого вы можете записывать Ро Лак Ихдер Халк Но большинство дисплеев Которые используются в настоящее время Не имеют Хдер Не поддерживают Такой широкий диапазон Цветового пространства Поэтому они могут показывать вам Только Рек-709 Для того чтобы просматривать Рек-2020 Тебе нужно иметь Широкоформатный Хдер Монитор Или видеоинтерфейс Лично у меня нет Ничего из этого Поэтому я собираюсь Линеаризовать Своих ДР-кадры В Рек-709 Ну все правильно Так Я все хочу С Эппла Ой господи С Эппла Все уже С Canon HDRPQ Поснимать Там такая же движуха HDRPQ Это как раз BT-2020 И 10-битные Файлы Но это не лог Вот И его надо Через DaVinci Тоже можно его Конвертировать В 709 Такие дела Это белая книга Apple дает нам Пару раз Не понял про HDR-лог HDR, грубо говоря Это Очень большой Динамический Дипозон Hyperdynamic range Какой-нибудь И он может У тебя достигаться В логе Он может у тебя Достигаться В SLG HDRPQ И так далее То есть С несколькими способами Они все Причем разные Там по-разному Идут ИСОшки Нативные Имеется ввиду В общем там сложно Но вот у Сигмы Если ты снимаешь 12-битный RAW Он тебе На все Что бы ты ни делал По сути Ты не можешь выбрать Скажем так ИСО Нативное Потому что Там два Нативных ИСО Ты не можешь их выбрать Если ты снимаешь Например на Sony На Canon Наверное тоже Если ты снимаешь Допустим В Canon Lock Это у тебя Одни ИСО Ну грубо говоря Там 800 И 3200 На 7.4 По-моему так 800 и 3200 Или 640 и 3200 Не помню точно А в Сигме Такого тебе не позволяет Сигма тебе позволяет У него Одни ИСО Если ты снимаешь Любые видео Кроме RAW В 4К И вторые ИСО Там 100 и 3200 По-моему Если память не изменяет Или 800 Или 640 и 3200 Когда ты снимаешь другие Короче там Сигма немножко заморочена На всем Разлить Кратить цветовое пространство Дарек 709 Я нашла Самый простой способ Сделать это Применить инструмент Ихдер Ихдер Крек 709 Так что обязательно Примени свои инструменты Ихдер Вот здесь Потому что это действительно Имеет значение С точки зрения обрезки Давай посмотрим Насколько это важно Для клипов Которые экспонируются нормально Начиная с плюс 1,5 Иви Ты не увидишь Обрезанное изображение Если у тебя нет Включенных инструментов Ихдер Но его применение Делает изображение Более контрастным И темным Напоминаю на всех случаев Экспонируются Тут как раз По серому По колорчекеру И потом соответственно Тащат И вот показывают Что будет Если ты возьмешь Твою камеру Переэкспонируешь Или недоэкспонируешь И начнешь тащить На разных ISO Тем самым Ты можешь понять Как работает Твоя камера На разных ISO И к ужасу своему Обнаружить Что оказывается Надо снимать Не всегда на ISO 100 Это на самом деле К ужасу Потому что Надо думать На чем снимаешь Так Давайте я все-таки Субтитры выключу Они Не информативные И мешают Вот показано Как работает С HDR Tools И без HDR Tools Так стоит ли нам Использовать инструмент Хдерда Или после цветокоррекции Я нашла этот документ Поддержки от Apple В котором говорится Что для достижения Наилучших результатов Переместите эффект так Чтобы инструменты Хдерда Применялись После цветокоррекции Правильно Так что давай посмотрим На наши клипы Прямо сейчас Сейчас Шурму Касмина Прямо еще Голос лучше стал Сейчас Вот эти Знаете такие Вот такие вот Звуки Оооо Которэкшен Блин, круто Применим инструменты Хдерда Этого А в этом После Я вижу небольшую разницу Тот, где мы применили Инструменты Хдер После цветовых колес Немного ярче Я не знаю Можешь ли ты увидеть его на YouTube Для цели Да, видно Сегодняшнего видео Я просто оставила его нанесенным Перед цветовыми кругами По состоянию на январь 2023 года То есть на данный момент В Final Cut по-прежнему нет приложения False Colors Женя В Final Cut и нет False Colors И ты говоришь, что это хорошая программа Фу Поэтому мне нужно было экспортировать свои файлы из Final Cut Этот пример тестового отснятого материала соответствует стандарту ISU-400 Так что давайте посмотрим, что произойдет, если мы изменим уровень ISU на ложный цвет Если мы посмотрим здесь на этикетке, вы можете увидеть, что в этом диапазоне отсечения белого довольно сильно меняется в зависимости от ISU Итак, мы также видим сдвиг в пользу средней серовой и светлой кожи, но это не так плохо Или так сильно, как для белого цвета Так почему же диапазон белого цвета так сильно меняется в зависимости от ISU? Ответ связан с динамическим диапазоном камеры Теперь мы посмотрим на диаграмму динамического диапазона Sigma EVA Ну вот, собственно, сейчас давайте комментарии почитаю, там комментарии набрались Вот это вот стандартный чарт, который сама Sigma, кстати, по-моему, предложила Вот у вас как это выглядит изначально Sigma говорит, что у них 12,5 ступеней динамического диапазона То есть обычно производитель говорит из серии Sony, говорит, у нас до 14 или до 15 И, короче, ну что, делай с этим, что захочешь Sigma как-то такая, они сказали, скромненько 12,5, но CineD, которые его тоже мерили, по-моему, намерили примерно столько же или даже чуть больше И вот тут Sigma прям говорит, вот ты, типа, если ты снимаешь на ISO 100 Как эту штуку читать по-русски-то? Если ты снимаешь с ISO 100, то ты сверху можешь вытащить, типа, три ступенечки, у тебя в запасе три ступенечки Если ты попадешь вот в этот центр А снизу ты можешь тащить как бы побольше Ну, как бы Тут, конечно, не 9 ступеней ты вытащишь, это так не работает, к сожалению Вот Поэтому если ты куда-то вот сюда попал, ты можешь немножечко двигаться Но со светами будьте аккуратнее И самое забавное, что когда ты идешь ко второму ISO, а второе ISO здесь 3200 Да, вот на этом моменте второго ISO у тебя есть возможность из теней опять тащить больше Хотя у Sigma здесь, вот видите, в этих значениях все ровненько А на ISO, чем больше у тебя ISO, тем из светов можно тянуть больше, а из теней меньше Короче, забавный такой фанищит Cinema Pocket 6K вот ниже переводится, здесь тоже 2 ISO Ну, вот примерно такая же движуха происходит Ну, как видите, у всех примерно такая же движуха и происходит Кстати, вот даже с Покета Blackmagic приводят, что у них получше С динамическим диапазоном в этом плане Так, на 1600 они пишут 4,6 и 7,5 Так что, возможно, возможно, у Blackmagic с этим даже поприкольнее Это, конечно, тестить надо Но Sigma в этом плане молодцы То, что они вообще пишут какие-то характеристики Обычно такие подробные характеристики никто не пишет Ты там сам догадайся, что у тебя вообще с камерой происходит Да? Мы же тебе производитель, мы же тебе не должны рассказывать Какие-то там ISO, вот это все Ты клац-клац, пинг-пинг, вот делаешь и все И он, вот, кстати, Джессика вот не заморачивается по этим поводам, да? И у нее 2 миллиона подписчиков Может быть, не надо заморачивать? Может, ты это сразу перекрестись и выбегай отсюда вообще из комнаты Закрывай эту страницу, а то вдруг тебе станет интересно И какие у тебя будут 2 миллиона подписчиков? Все, уже не будет, братан Такие дела Так, читаем комментарии Там рон 18.35 Я помню, 17.35 это который 2.84 17.35 это примерно из той же серии Но, может быть Но если на кроп снимаешь, то что-то типа 20-30 миллиметров Ну, тут на самом деле, вот это достаточно простой вопрос Дело в том, что если ты там параллельно откроешь любой другой стрим То видишь, что, в принципе, композиционно-то ничего особо не поменялось Ну, то есть, я иногда могу поменять камеру Ну, то есть, подвигать немножко камеру И, по большому счету, глобально-то, по-моему, ничего не поменялось То есть, фокусное расстояние примерно такое же, как было на Sigma Тут все очень просто, как раз Так, два метра от стенки Ты мальчик, который выжил и живет у Дурсли Не помню, что такие Дурсли Так, а сколько попыток? Сколько угодно, Денис Сколько угодно Так, кто первый отгадает, я сразу скажу Они тогда интриги не будут Ладно, кто не первый отгадает, скажу Касмина, конечно, не такая веселая, как в предыдущем видео Ну, слушай, она не веселая, но Касмине вообще суперреспект Потому что Давай так, я не видел никого, кто заморачивался Ну, я не говорю, что их нет Ни в коем случае Но я лично не видел Из девушек точно никого Не видел, кто заморачивается в таких вещах И Если бы даже у меня не было Sigma FP Что мне вдвойне интереснее, как ты понимаешь То мне было бы крайне любопытно Я вообще обожаю такие вещи Человек прям заморачивается Единственное, что жалко, что видео выходит нечасто Вот подобное Ну, они, во-первых, сложнее их делать, понятно Но они прям долго выходят Но вот в остальном вообще никаких вопросов Ну, зачем обходить микрофон? Ну, видимо, имеется в виду, что микрофон новый Опять же, надо к нему приноровиться Поднастроить и так далее А что Илья на Sigma ставил? 24.1.4 Поменял местами? Нет, ну, на Sigma ты имеешь в виду... Имеешь в виду на FP? Ну, там 24.1.4 тоже стоял Но... Но нет Это было бы... Если бы я что-то поставил То, что у меня есть Это было бы, наверное, просто А может и нет Билдер из 24 мм на Canon EF Ты что? Есть такой? Ленин актуален, как никогда Так... Не спорю, но... В полемику вдаваться не буду Я давно купил какой-то Rode конденсаторный И не жалуюсь Какой? Конденсаторный? ТНТ какой-нибудь? Роман Вроде 18.35 был 18.35 был на 80D И меня снимал Вот сейчас я его как раз поменял 11.22 Это EF-мный объектив Такого, по-моему, на EF нет Был 10.18 Но 10.18 он темный Ты... Вы... В этом... Я вам уже подсказываю, как бы Что если объектив темный Вы бы, скорее всего, видели дикий шум Я, конечно, ради веселья могу потом в процессе показать Как будет выглядеть 1000 ISO Где-нибудь под конец Но это было бы... Я думаю, это было бы заметно Может, с кем-то другим путаю Видел на FPS с адаптером Sigma 24-1.4 Art Нет, не путаешь Sigma 24-1.4 Art у меня есть Мне нравится этот объектив Он действительно стоит через адаптер Объектив под Canon, да То есть физически я бы мог его туда прикрутить А ты же хотел Sigma 24-F2 Хотел, до сих пор хочу Но она не встанет на Canon Вообще никак, потому что на патрибанет 10.20 Не помню название уже Хорошее предположение Но у тебя Canon, но у меня Canon, да Кропнутый Canon Хорош добивать Родент 1A Вполне адекватный микрофон Всем советую Родент 1 НТ 1А Не то, что вполне адекватный Это отличный микрофон Хотя, ты знаешь, вот Камрад с чата попросил Советов нас всех Какой микрофон ему надо Для того, чтобы поговорить И он хотел один микрофон для Валентин Он один хотел микрофон Типа на камеру А второй микрофон Вот именно поговорить И из-за того, что человек Ну явно не хотел Заморачиваться с интерфейсами И так далее Я посоветовал на камеру Обычный Роде Видео Го Ну вот, который самый последний Самый простой за 100 баксов Который через Type-C уже подсоединяется И с точки зрения вот такого микрофона Я подумал, что конденсаторный Это не очень интересный вариант Потому что может быть Проблема с шумом И нужен динамический микрофон Во-первых А во-вторых Нужен микрофон Который без интерфейса идет Ну то есть USB-шный И вот я посоветовал Роде подкастер И в итоге я удивился Что у людей Он такой говорит А мне вообще-то первый Который дешевле причем Нравится больше Там за него уже Сама программа все настроила А вот этот подкастер Надо настраивать Кстати, надо у него спросить Как у него дела У подкастера такой белый Красивый У подкастера Это нормальная тема Ну и НТ1А Вообще прикольная тема Вообще не вопрос Говорят, по делу Яндексу Разгуляться негде А, ну это да Это да Женя, привет Илья, думаю Это 30 минутный ролик Не стоит фул смотреть Почему? Офигенный ролик А раньше был 18-35 Вот он Как пруф Хотя я могу предположить Что у меня здесь Другой 18-35 Я выставил Абсолютно все То же самое И вас тролли И пока вы Все вы даете Какие-то другие значения То, что Может быть Вот этот объектив Это вообще Другой 18-35 А у меня все Как стояло Так и стоит Так что Много вариантов Для провокаций Но вроде же Стало и по углу Вроде Уже стало и по углу И по диафрагме Может быть Не понял SLG Log Это как Ну HDR Log Ну Уже объяснял HDR То есть Большой динамический диапазон Ты можешь записывать и в логи И в В SLG Или HDR Там они у разных По-разному Называются И в общем-то И целом У всех Суть одна HDR Вот Единственное Отличие SLG И HDR Заключается в том Что лог Ты сразу на телевизоре Ну вроде как Еще не посмотришь А HDR Ты можешь на некоторых Телевизорах Смотреть сразу То есть Он сразу Запишется тебе В широком Динамическом диапазоне И если у тебя дома Есть такой телевизор Ты просто снимаешь Видео в HDR Ну или SLG И все Втыкаешь Флешку Или что-то там Втыкаешь В телевизор И все работает Сразу из коробки Но Ты можешь Просто брать И снимать В SLG Преобразовать Color Space В тот Который тебе нужен В итоге Это 709 И у тебя будет Динамический диапазон Расширяться Прикольно А идет съемка Ну как я угадаю Это же объектив Могу только предположить Что это RF 16 мм Нет Он не подойдет Потому что Камера 80D Может блинчик 24 2.8 Может быть Не Там у него На стриме EF Все верно А как может быть HDR влог HDR Здесь я думаю Имеется ввиду Это еще раз Просто расширенный Динамический диапазон Который может записываться В разных вариантах Гадаем Какой объектив EF Ну или EFS Фон меньше размыт В маленьком окошке Видно плохо В маленьком окошке Ты не увидишь Да Поэтому Вот как-то Вот так Можно посмотреть Размыт Сильнее Или слабее Шумит Сильнее Или слабее Вот Можно угадывать В этом В общем-то В этом-то и суть Да 51.8 51.8 Было бы узковато Мне бы хотелось 51.8 RF на EF Не поставить Все верно Я не сказал На какую камеру Снимает 80D Да Все правильно Этот Американский Женский Скрип Касмин Из Румынии Так что Это Румынский Женский Скрип Сигма 18.35 Денча Ну Возможно Да Привет Байзэвэй Привет Байзэвэй А на ней Какой-то F4 Зум Может быть 80D Это не камера А вебка Ну вообще Да У меня используется Я хочу собственно Другую камеру Вместо 80D Поставить Чтобы она всегда была 80D Немножко освободить От этой обязанности На квак они похожи А мне не очень Этот скрип Мне кажется Что у них Не повсеместно Слушай Я просто С теплыми чувствами Отношусь Касмин Может поэтому Нравится Женский У вас Откуда же Я знаю Кто же знает Никита Интересно Если снять видео На фотик от Sony С объективом Sony Смонтировать Sony Vegas Это можно назвать Кином Нет Не обязательно Если хорошо с ними Что может быть Это не кино А от Олегаса Олегу Понравился R62 Вот R6 Отвратительная камера R62 Совсем другое дело А еще должны быть Флешки Sony Во-во-во Во-во-во Абсолютно верно И свет Sony Внешний А если ты загрузил Мальчичник Vegas На таймлайн Sony Vegas Ты хороший мальчик Или Sony Бой Ты хороший мальчик Это незаконно Canon 51.8EF Могло бы быть так Но Во-первых Он был бы Более размытым Во-вторых Я бы не поместился Физически Это я бы Вот таким Наверное Места мало О Теперь вижу Почекал ли я Покешку Что-то потемнее Sigma Что-то потемнее Sigma Да EF 16.35 Так Зачем А можете Правильно Проэкспонировать Изначально Нежели Потом Тащить Что-либо На посте В HDR Снимают Основной Плюс Снимать В HDR Это Снимать там Где Может что-то Меняться И ты не можешь Это предвидеть Если ты Снимаешь Непосредственно В каком-то Месте С контролируемым Освещением То да Это необязательно Хотя Вот некоторые Ребята Даже стримы Снимают В логе Сейчас ОБС умеет Работать Не только С логом Но и с HDR Пикю И с LG По-моему Научился Работать И если ты Это потом Как-то Подкрашиваешь Возможно Будет Лучше Ну такое Не Не Гелиус Гелиус Вот так не умеет Да Условно лишний Купи сигму Посмотри Как будешь Веселиться Это женщина Типично Уделить сигму В глазах Пустотая Не прийти Действительности Только у меня Есть сигма На меня Посмотри У меня Все нормально Касмина Клевая Неужели 1124L Хотелось бы Может быть Но что-то Он здоровый Больно У меня была Такая возможность У меня Гадокс Маверинг 2 Гадокс За свои Деньги Нормальная Тема Объектив Один из тех Что у тебя Были Или Новый Какой-то Ну Бог его знает А чтобы Поговорить Микрофон Не нужен Достаточно Чая Или Водки Ну да Но в YouTube Это сложно Выложить 28 1 И 8 Ну Вот уже Хорошие Варианты Я же Музыкант В микрофон Использую Чтобы записывать Разные Звуки Потом Всякие Шлопки Книги Шлепки Ладонями В различных Варежках Всяких Удары По разным Частям Акустической Гитары Очень Прикольно Ну Вобще Да Или 35 Мм Юнг Ноу Так как Для стримов Нет смысла Тратить Кучу Денег Вот Денис Вот это Очень Правильная Мысль Очень Правильная Мысль Дедуктивно Ты На правильном Пути Для стримов Не имеет Смысла Ставить 11-24 Ну Если бы Я хотел Купить Новый Объектив Для Стримов То Действительно Не имеет Смысла Покупать Для 11-24 Добавляет Немного Органики В трек Хорошо Тогда Вполне Может быть И китовое Стекло Нет Не Она Неужели Сигма 24 Она У Это могла бы быть Она Фокусная В пределах 24 По любому С учетом Крупа Будет Эквивалент 30-40 Да Вроде Порезче Стало Порезче Стало Потому что Как уже Камрады Нашли Эту тему Стало Глубина Резко Изображаемого Пространства Стало Больше Резче Не стало Просто Гриб Стал Больше И ты Можешь Видеть Ну Если Вот так Вот Сделают Тоже Можешь Видеть Название Книг Раньше Ты название Книг Не видела Они были Размыты Да И посмотреть На мониторе Соня Вот как раз Исходить в кино И посмотреть На проекторе Соня Вот как раз Кино в Вегасе Можно монтировать И киноэффекты При монтаже Минимальные Да Олег Фотаем Вот тут Киноделы Или нет Правильно HDR HD А не HDR Хорошо HDR удобнее Просто Полагаю Что-то От 14 До 18 Возможно Может Этот объект Что В Рилс У тебя У меня Его не было В Рилс Это было бы Слишком просто Видел 3D модель Преобразования Гелио 44 Под киношный Объектив Думаю Себе забабахать Такого Франкенштейна Ну ты Видел Если Как это Rehouse Есть Rehouse Чисто Косметические Они Не дорогие На 3D принтере Их Распечатывают А есть Rehouse Уже Серьезные В принципе На 3D Принтере Ради веселья Можно сделать Там не так Дорого Женя Так Персональная Йоу Дэйв 24 Мать его 70 Или 24 Прости Господи 105 Возможно Или Что-то С F4 Возможно Это Темнейший Нет Он Не встанет Сюда Ну И Face Резче Прорисон Гриб Стал Больше На самом Деле Этот Объектив Менее Резкий 24 2.8 Ефс Уже Был Такой Вариант Сердец Бобрик Его Предлагал В общем Давайте Чтобы Погадаем Еще чуть-чуть В следующем Перерыве Скажу Что именно А сейчас Пойдем Смотреть Касмину Она Прямо Здесь Давай Сделаем Это Немного Больше А Также Графики Динамического Диапазона Для Black Magic Pocket 6K Не Забывай Что Наш Эффект Ложные Цвета Привязан К Bump 6K Запас Который Представляет Собой Разницу Между Средне Серым И Обрезанным Белым Соответствует Диапазону Серого От Sigma EV И Более Темному Серому От Bump 6K Давай Просто Сравним Их Обоих Итак Для ИСУ 100 УБМ 3,9 Фстоп Тогда Как У Sigma 3,09 Фстоп Таким Образом Запас Хода В 6 Км В Секунду Почти На Один Полный Фстоп Выше Чем У Sigma EV S И Эта Разница Остается Постоянной Вплоть До 1600 ИСУ Где У Нас Значительно Больший Запас Хода Для Sigma EV А Затем Для Последующих ИСУ 6K Снова Будет Больший Запас Хода Давай Посмотрим Какой ИСУ Я Собираюсь Использовать Ну Да Кстати От Касмины Мы Как Раз Узнали Что Есть Хедрумы И Легрумы Что Забавно Именно От Касмины Мы Об Этому Узнали Сейчас Один Момент Ребята Какая У меня Была Переложуха Интересная Забыл Сейчас Один Момент Один Момент Конечно Проверю Не 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 Работает Ну Ладно Не Работает Забыл Как У меня Программа Называлась Которая Позволяла Ещё И Телефон Подрубать Ну Да Ладно В Следующий Раз Придётся Вам Я Хотел Вам Просто Показать Что У меня Есть Но Вам Придётся Поверить Мне На Слово Для Плагина False Colors Чтобы Получить Наилучшее Приближение Для Моего Sigma EVO Я Должна Упомянуть Что Я Не Выполняла Эту Работу Для Предыдущих Видео Что Довольно Плохо Но Это Не Значит Что Мои Результаты С Ложными Цветами Недействительны Ты По Прежнему Получаешь Довольно Приличное Изображение Того Что Происходило И Уровни Экспозиции Для Каждого Элемента Снимков Но Надеюсь На Этот Раз Ты Получишь Ещё Более Точную Картинку Так Что Для ИСУ 100 И 200 Я Должна Использовать Настройку ИСУ 100 Для Ложных Цветов Тогда Для ИСУ 400 Я Должна Использовать ИСУ 200 Для 800 И 1600 Я Должна Использовать ИСУ 400 А Также Для ИСУ 6400 И Выше И Я Собираюсь Внести Изменения В ИСУ 3200 И Использовать Настройку ИСУ 200 Теоретически У нас Все Готово Давай Теперь Посмотрим Отснятый Материал Так Что Давай Посмотрим Например ИСУ 800 Мы Должны Использовать Уровень ИСУ 400 Но Ты Можешь Видеть В Желтом Диапазоне Что Наше Изображение Определенно Обрезано Что Неправильно Отображается В нашем Приложении Поэтому Вместо Того Чтобы Использовать 400 Я Собираюсь Снизить Уровень До Правильная Настройка Я Не Совсем Понимаю Почему Существует Это Расхождение Между Тем Что Мы Видели На Диаграммах Динамического Диапазона И Приложением Но Я Предполагаю Что Это Приложение А Не Экспериментальные Значения Динамического Диапазона Дейв Угадайте Объективы Пишите Пожалуйста Рассказывает Она Может быть И скучно Но Лично Мне Крайне Интересно Так Вот Бобрик Предложил 35 Окей Можно Тупо Перечислить Далек Говорит Что Голос Не Очень Мне Нравится Голос Понимаешь Если бы Здесь Была Моника Условная Моника Белуччи И Рассказывалась То же Самое Наверное Было бы Веселее Но К сожалению Или К счастью Так Не Происходит Не Ничего Никто Не Выиграет Это Просто Забавный Тест Прикольно Смотреть Что Ребята Реально Повышается Такое Качество Именно Картинки Определенно Если У меня Если Повышается Степенчатый Потихонечку Что-то Поменяется У Ребята Есть Прям Такой Скачок Прикольно Ну и Самый Главный Ответ Который Мы Должны Получить В итоге Наверное Не в этом Выпуске А в Следующем Что Лучше Для Сигмы Использовать Роу Рекордеры Которые Пишут Ро Или Собственно Синеми ДНЖ Мне Конечно Кажется Что Логичнее Всего Будет Использовать Собственный ДНЖ Иначе Ну на Кой Без Этим Заниматься С Рекордерами Если С Рекордерами Можно Этим Заниматься С Любой Камерой Которые Поддерживают Рекордеры Например Canon R62 Поддерживает 6k Ну да В 10 Битах Ну по крайней мере Такой Глобальный Смысл Sigma 31.4 Да Ну Sigma Говорили 30 31.4 Да Был такой вариант А есть 20.84 Ну Можно Чисто Теоретически Любой Объектив Зажать Но Видишь В моем Случае Так как Здесь Темновато Нет смысла Зажимать Объективы Ну Просто Шуметь Будет Сильнее А Ну Картинка Будет Хуже Ну Как бы Зачем Мне Чтобы Картинка Была Хуже Хочется Найти Нет Один из Не было Подъев Блинчик 16 Мм Подъев Был По-моему Один Блинчик Это 40 Мм Ну То есть Вот сейчас Мы Смотрим Большое Количество Различных Шотов С Различными Экспонометриями Ну И В данном Случае Показывают Как работает Фолсколор По-моему То есть Не тянут Тут самое Интересное Как раз Когда тянуть Начнут 28300 Не Ну Это Перебор У Сони Был Блинчик Ну Кропнутый У Фудзи Не было По-моему 16 Там Не Блинчик Не было Именно Блинчика У них Был 27 Блинчик Если Я Правильно Помню Так Подожди Сейчас Дай Посмотрю Ну Сейчас Уже Идут Тестовые Футажи Которые Это Ну Вот Еще раз Смотрите Что делают Кстати Раньше Космина Проговаривала Вот эту тему Было Наверное Немножко Удобнее То есть Вот берут Экспозицию Точнее Берут Камеру Переэкспонируют Ее на 6,5 ступеней И тащат Обратно Ну Как мы Видим Не Вытащилось Да То есть 6,5 ступеней Экспозиции Камера Не вытягивает 5,5 ступеней Экспозиции Камера Не вытягивает 3 Почему-то Такой резкий Скачок На 3,5 В принципе Вытягивает Потом же Идет другой Шот Правда На 2,5 Вытягивает Ну и на 0 Естественно Тоже вытягивает То есть Вот так было Изначально Но в принципе То есть 3,5 Сверху На SO400 Ты делаешь Спокойно Вот тут у нас Минус 1 Да Минус 2 Видим Что шума Становится Больше Но в принципе Нас это Не так сильно Волнует И дальше Идет Минус 3 Ну кстати CVP Вот этим занимаются Ладно Я тут что-то Про косминус Так сказал Как будто Не знаю Никого CVP Этим занимается Еще Да И вот мы видим Тянут Из минус 3 Ну и Шумит Вот уже Шумит Вот Нойс левел Фу минус 3 EV Нам показывают Шум Вот так вот Она шумит В принципе Если убить шум То нормально будет Жить можно Проверя с RO800 На 6,5 Не тащится На 5,5 Не тащится На 4,5 Уже почти тащится На 3,5 Тащится Кстати В прошлый раз По-моему Что-то Sigma Тащилась Аж чуть ли не Из плюс 6 Если мне память Не изменяет Но Зато На ISO Минус 1 Уже было Совсем плохо И 0 Это было не очень хорошо Викторина Кто знает Больше Объективов Идет Съемка 28 24 EFS 2.8 Тоже Третий Кто предлагает Этот Объектив Был Бобрик Первый Второй Был Сергец Третий Так Повышаем ISO И что мы Видим 5,5 Еще Не тянется 4,5 Не ладно 3,5 Все равно Лучше Плюс Полторы Вот 0 EV Уже Немножко Подшумливает С Минус 1 EV Минус 2 EV Не Еще Жить Можно Хотя Он Уже Какой-то Color Shift О Смотрите С Минус 3 С Минус 3 Уже Печаль Пошла 17 40 Короче Ну Может Быть 17 40 Кстати Мог Быть Но Четверка Кстати Чисто Теоретически Я бы Мог Поставить Почему-то Забыли Вот Этот Объектив Я бы Мог Поставить Чисто Его Это Токина Вот Как раз Который Был Аврилс Токина Был Аврилс 11 16 И на 16 Миллиметров Вполне Могло Быть Сейчас Секунду Пропустил Не Пока Не Тащится Вот Сейчас ISO Будет 3200 На 3200 Должно Включиться Второе ISO Почему Здесь Так Темно Стало А Все Я понял Сначала Было Обычное Теперь Коррекция Экспозиции Все Туплю Пока Все Еще Три С Половиной Максимум Что Пока На Прорез Рок Кстати Не Видно Улучшений Когда Тянут По Святам То есть Вот Видите Минус Один Уже Гораздо Сильнее Шумит Чем Раньше Минус Два Сейчас Будет Шуметь Так же Как Уже Очень Сильно Шумит Так же Как На ISO Там 400 Примерно Он Шумел То есть Уже Истин Ты Не Потягаешь Да Сигма 24 35 2.0 Могла Быть Могла Быть Но Это Слишком Экстравагантно Но Могла Быть Говорит Олег Нельзя Сразу Снимать С нормальной Экспозицией Тут Суть Не в этом Суть В том Чтобы Показать Возможности Камеры Так Так Ну Вот Тут Нам Показывают Как Оно Некорректированное Это Я Перемотаю А Вот Корректированное Нам Как Раз Интересно Ну Хотя Да Вот Здесь В Минусе Интересно В Минусе Как Она Не Шумит Особо То есть При Нормальной Экспозиции Она Не Шумит Окей Поехали 6.5 Негодная 5.5 Негодная 4.5 Все еще Негодная По идее На 3.200 Все должно Откатиться На ступеньку Назад Вот Потому что Двойной Эссп Остается 22.8 Павел Принял Твой ответ 22.8 Мыльный Но тут Видишь На самом деле Есть маленький Нюанс Это стрим И тут Не очень Высокое Качество Картинки Изначально Поэтому Объектив Чисто Теоретически Мог бы Быть И китом И Если поставить Одинаковую Диафрагму Я думаю Что разницу Никто Не увидел Несмотря На то Что Сигма Гораз Речь И вот Это все Что-то Я не вижу Что С ЕВ С Плюсовых Как-то Он тянется Больше 4.5 Ну Тоже Так 3.5 Ладно Еще Работает Ну И сейчас Мы будем Видеть Картинку Когда Тянут Из Минуса То есть Легрумы То есть Теперь Она будет Просто Почище Видите Минус 1 Минус 2 Уже Не так Жестко Как Было В прошлый Раз И Минус 3 И Минус 3 Сейчас Очень Похоже Как В прошлый Раз На Минус 2 Может Даже Менее Шумно То есть Шумов Стало Меньше На Втором Исо Ну Тут Видишь Еще Бобрик Есть Такой Момент Это 720 Растянутый На 1080 Там Если бы Были Косяки Они Были Видны Сильнее Но Все Равно Для Стрима Я Не Думаю Что Была Большая Разница Как Говорит Олег В Комментариях Картинку Делает Не Камера Не Объектив А Освещение То есть Если Эту Камеру Убрать Освещение Оставить То Все Равно Картинка Будет Лайк Если Ты Не Знал Такого Че Т Паралис Рока Ровненький И Света Вообще Больше Ничего Не Тянется Это Оригинальная Картинка Это Понятно Смотрим Коррекцию Ну 5,5 Еще Ну Нет Рука Все Рано Выбита Вот Так Вот Получ Короче Что-то Из Светов Реально Тянется Странно Так Давайте Я Чуть Чуть Пор Кручу Побыстрее Чтобы Вам Было Сразу Корректированную Версию Буду Показывать Ну Тут 4,5 Тоже Нерабочая Да И 3,5 Уже Такая Ну Не Ладно 3,5 Нормальная Но 2,5 Хорошая 1,5 0 Ну Тут Все Хорошо Еще Там Брон Бывает 17,35 2,84 Да Был Такой Уже Такой Кстати Предлагали Забыл Кто Но Такой Предлагали Ух Минут Смотрите Как Минус Минус 2 Еще Держится А Минус 3 Смотрите Ух Сразу Такой Прям Плохо Сразу Вот Оно Кино Смотрите С каким Шумом Надо Снимать Так Сейчас Делают HDR Tools Это Мы Просто Берем Картинку И Увеличиваем И Смотрим На Яркость Объект Останется Ярче Ну Шум Видно Что Какой То Есть Но У меня Свет Свет Это Если Честно Я На 6400 Ничего Особ Не Вижу Вон Кстати Облака Появились Облака Стало Видно Вот Здесь Честно Честно Теоретически На 24 Можно Снимать Нормальная Тема 51 Да Все Живей Я Навинно Шумит Честно Соответственно Все Скорректировано На Мелкие Сосмотреть Не Интересно Че Глобальная Разница Особенно Ниже А Не Вижу Небушка Появилась Смотрите Вот 6400 Небушка Появилась Так Ладно Это Шумоподавление Ну Оно Такое Раньше Космина Называла То Что Она Делает И мне Нравилось Больше Если честно Или я уже Путаю Или я уже Забыл Надо будет Пересмотреть Что-ли Вот таблички Вот эти Создавал Ну Видимо Она Сейчас Таблички Создаст В общем Мне почему-то Показалось Что Вот эта Тема С проресом Самая Грустная Мне Казалось Раньше Что Гораздо Веселее Было Сказать Еще Время Останется Еще Для Какого-то О Как раз Посмотрим Филмейкерсов Камера за 500 баксов За 100 За 100 Tomorrow filmmaking Так Давайте Сейчас Я почитаю Ваши Комментарии Ну что Пришло Время Наверное Открыть Да Какой Был Объектив Наверное Чтобы Не томить Вас В ожидании Да Давайте Я сейчас Почитаю Все Комментарии Которые Есть И назову Вам Какой Объектив Можете Еще Успеть Так 28 Двойка Нет А Сколько Интересно Это Будет Стоить Гелюст 1500 Рублей Я напечатать Не знаю Это Дорогое Довольствие Самое Дорогое Что я Видел Из Рехаус Это По-моему 20000 Но Это Уже Было С Объективом А потом Немножко Рехаус Модели Поменялись 15678 Короче Скажем Так Не то Чтобы Совсем Копейки Но Не вот Чтобы Дорого На Авито Я видел Ребята Предлагаются Иди на Авито 17 Извините 40 Возможно 28 2.8 Не Ну Тот Предыдущий Подмыливал Он Был Просто Меньше По Гриппу Он Не Подмыливал Так 42.8 Мог Закрыть Диафрагму Мог 35.2.8 На 1.8 Душевнее Было Да Ну Может Быть Я Потом Посмотрю На Каком Большом Экране И Сигма Зум Так Что Непонятно На Каком Фокусном Он Снимал Изначально Если Предположить Что Это 18 То Экран 28 Нет Я Не Снимал На 18 Я Снимал Как Раз Где-то На 24 Миллиметра 22 25 Вот Вот Где-то Где-то В серединке Снимал Зеркала Нет Что Ли Нет Но Я Понял Зачем Ты Спрашиваешь Я По Экрану Покажу Можно Экран Рядышком Поставить Он Отразит Так Ну Рассказывается Космина Замечательно А Бобрик 35 Окей Никита Так Дорогие Киноделы Помогите Что Лучше АБС Пэт Джи Резиноподобный Полиулетан Пла С Быша Я Не Понимаю О чем Ты Говоришь Давайте Тупо Перечислять Это Хороший Вариант Так Олег Отличный Голос А Почему Подъев Был Блинчик По Моему Подъев Не 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 Был 35 2.8 Макро Нет А Если 28 С Ф4 Ну Можно 28 Зажать До Ф4 Олег Никто Ничего Не Выговорит Просто Так Ради Веселья Так 24 70 Нет Для Печати Перезбора Гелеса Какой Лучше Подойдет Ой Вот Это Я тебе Не Могу Сказать 30 Называли Дам Так У Соним Блинчик Хорошая Подсказка Эх 28 Не Ну Зачем 28 70 Там Руна Если Есть Такой Был 28 75 Но На Кропе Мне кажется Смысла Нет У Баджета Хорошая Картинка Это Случай Когда Человек Не Говорит Постоянно Что Обознал Освещение У него Н Стоять Источников А Картинка У него Хорошая У Баджета Хорошая Картинка И Кстати У Баджета Хороший Звук Да Самое Главное Еще У него Есть Под Еф Широко И Недорого Вот Ты В Правильном Направлении Идешь Я Еще Сказал Сейчас Заказал Печать Корпуса Для Гелиуса 47 Дней Когда Закончат Записую Чати Что Получилось А Сколько Стоил Это Так 24 Еф С 2.8 Ты То ли Третий То ли Четвертый Кто Это Называет Объектив Я Уже Даже Забыл Кто Третий Или Четвертый Вот Сергец Был Бобрик Может Ты Третий Как Раз Забыл У Кэна Был Стар 28 78 Был Перебор Убью Вечерок Под сбор Кино Монстр Гелиуса Только Если Есть Возможность Попроси Их Покрасить Они Детали Тебе Дают Пластиковые Не Крашенные Если Есть Возможность Покрасить Было бы Прикольно Викторина Кто Знает Кто Больше Объективов Еще Много Не Назвали Это Да Икс Много Игрека И всем Привет Привет Павел 1740 Короче Возможно Так Если Его Третий Человек Рекомендует Может И правда Его Надо Брать Но Тут Знаешь Несколько Человек Рекомендует Разные Объективы И 28 1.8 Были Тут Логично Что Это Диапазон И 24 70 17 50 Да Это Я уже Говорил 20 35 24 35 Это Хорошо Но Но Слишком Хорошо Мужика Так Перевести Аж до Трусов Разденется Ух Остается 22 8 Возможно Ну Это Про Качество Говорили Спокойствие Так Так Спокойствие Только Спокойствие Мог бы Быть Китом Но В итоге Оказался Касаткой Кит Знаешь Кит Был Мне Помог Но Либо Надо было Больше Освещение То есть У меня Здесь Стоит Гадок 60 И Чисто Технически Заменив Его На Какой Нибудь На Какой Нибудь Даже Колобор Да Сотой Теоретически Это могло Быть Сработать Например Ну Гриб Гриб Конечно Уменьшился Но Шумнее Бо Не Стало Но В освещении Вообще Ничего Не Поменял Это Точно Что-то Автофокусное Да Мануал Не Любит Немчу У меня Есть Мануал А на Себе Да На Себе Неудобно Просто Мужик Все время Переодевает А Я Понял Чем Да И Да Да Бывает Еще Там Бывает Вы Называли Не Завтра В X3 Она Снова Будет Топ Но Главное Что Без Этого Самого Без Ошибок 28-75 Через Переходник Через Кенелент Нет Это Все Снимал Илья Скатик На Лейку Т И Гелиус И Вот Вы Думаете Это Кенон Так Делает Нет Это Илья Скатик Крутит Объектив И Все Происходит А Какой Приз Да Никакого Дэн Был вопрос Из-за чего Киношники А Кишки Делать Как в фильме Нечто Тамрон Нет Если хорошо И недорого То любой Кит 18-55 Света надо Много Дэйв Света надо Много Александр 15-2,8 Слишком широко 18-55 Слишком Много Света А был Уже Объектив А то Тут Долги За Квартплату А А Был Уже Объектив А то Тут Долги За Квартплату Платили Нет Давайте Все Скажу Готов Сейчас Подожди Сможете Либо Вот Ольцезреть Тряпочку Надо Протереть Экранчик Чтобы Он Был Фикован Красивый Ну Я Могу Так Сказать Ребята Правильные Ответы Были Вот Опять Блинчик 24 2 8 Опять 21 А нет Первый раз 21 4 Было Еще Сигму 24 1 4 Правильные Ответы Были Это Меня Радует Ну И Первым Правильный Ответ Дал Барабанная Дробь А Вы Увидите Только Кэнон Не Видите Какой На Нем Объектив Отлично Короче Блинчик Идется верить На слово Это 24 2 8 Efs Блинчик Первый дал Правильный Ответ Бобрик Бобрик Респект Логика Была Очень Простая Нужен Сфотографировать Ну Просто Вебку Включить Не могу Включить Вебку С телефоном Сфотографируй В чат Отправил Легко Вот Это Могу Чтобы Была Сатисфакция Да Что Я Вас Не Обманываю Ребята А Я Даже Видео Сниму Чтобы Вы Могли Точно Убедиться Что Оно Так И Есть Сейчас Секунду Итак Мы Угадывали Какой Это Объектив И Вот Он Красавчик 24 2.8 Есть Контакт Да 24 2.8 Потому Что Он Дешевый Он Маленький Раньше Была Сигма 18-35 Которую Хотелось Бы Наверное С Камеры Убрать И Вот Мне было Интересно Насколько Будет Видна Разница Между Этими Объективами И Кроме Того Что Сейчас Стоит ISO 500 А Раньше Стоял ISO 250 Ну И Соответственно Грип Стал Меньше Потому Что Название Книг Видно То есть На Ступеньку А Раньше Было Не Видно Разница Я Отлично По крайней Ну Вот Здесь Не Замечаю Совсем Но Это Понятно Здесь Не Должно Быть Видно Вот Здесь Замечаю Но Немножко И Вот Стойка Вот Эта Штука Стала Чуть Более Заметна И Все Вот Как то Так Я Потом Еще Посмотрю С Большого Экрана Но Вот 24 2 2 8 Прикольно Я хочу Поставить На Какой Немножий Канон И 80 Д Тоже Освободить И Собрать Свою Дешевую Веб Вот Такие Дела В итоге Да Это Блинчик Дэн Ты То 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 Был Бобрик Сердец Женя И Вот Ты В итоге Сказал Но Там Действительно Очень Близко Там Непонятно По Фокусному Это Было Вот Я Раньше Сигму Ставил Примерно Такое же Фокусное То Есть Вот В масштаб Я пытался В один И тот же Попасть А Да Можно Сфоткать Телефон И Показать На Телефон Логично Но Я В Телеграм Выложил Объедините Блинчика На Экране Мальчик Да Бобрик Проснует Победу Шорт Ес А Почему Вебку Не можешь Включить Я Про Телефон Фронталку Так Ты же Ничего Не Увидишь В итоге Подожди Там Можно Включить Телефон Чтобы Его Было Видно Через ОБС Но Не Видно Ну Слушай Просто Поверь Просто Поверь Если Что В Телеграме Сатисфакция Николай Привет Каждому Мальчику По Блинчику И Полы С Подогревом Да И Женщину На Полу А Зачем Тогда Что Тогда Зачем 24 2 8 Вот Был бы Шок Если Была Вебка Ноута Блин Если Была Вебка Ноута Мое Почтение Лео Канава Бывает Такой Каприз Когда 640 Чище Чем С С 500 Бывает Да Так Но Сигма Была Душевнее Гриб Стал Меньше Но Ангина Добавилась Ангина В смысле Привет Снимаешь Натакину Нет Привет Снимаю На 24 2 8 Еф Блинчик Слушай Может быть Душевнее Было Может Потом Я найду Какой Нибудь Другой Вариант Но В Телеграме Видеомонтаж От нее Растите Так Точно Я Поэтому Себя И Переключил Так Чтобы Совсем Было Одновременно Все Поэтому Мне кажется Что Стало Неплохо И Потом Я поставлю Просто 250 Canon Вот Этот Объектив Который Можно На Авито Найти Тысяч За 8 И Вперед Как бы И снимать По Моему Прикольно То Если Собирать Я Хочу Потом Выпустить Когда Опять Ж Руки Дойдут Видео Как Собрать Например Бюджетный Стрим И Это Все В Двадцать Ну То То Раз Два Ну Ладно Не В Двадцать Хотя Если Лерой Мерлен То В Двадцать Гриб Стал Меньше Да Раньше Гриб С Двойкой Сейчас Стал С 2 8 Ну И Сам Объектив Раньше Был Чуть Ближе Может Быть Ну Больше Да Бобрик Ну Ты Понял О чем Да Там Башмак Страшный А Чем тебе Башмак Его Не Нравится Башмак Нужен Никак Не Нужен Он Будет Стоять Вот Так Ж И Снимать 250 Потому Что Он Позволяет Ввести Картинку В HD Наконец Да Да Больше Конечно Больше Ну Дэйв Наверное Ты Имел Ввиду Вот А раньше Был грипп Чуть Чуть Поменьше И там Причем Был такой Момент Когда Вот Вот Этот Глаз Был Резкий А вот Этот Глаз Уже Был Чуть Чуть Нерезкий Чуть Нерезкий Это Было Сейчас Они Оба Резкие Сейчас От Наушника До Наушника В Принципе Нет Ладно Вот этот Наушник Чуть Нерезкий Но Сейчас Да Я Стал Больше В Гриппе На Какой Грипп Я Снимаю На Не знаю На Лисичку На Грипп Лисичку Ты же Десятку Под Стрим Брал Не Я Десятку Под Стрим Не Брал Зачем Десятку Ставить На Стрим Я Десятку Брал Чтобы Снимать Ролики Потому Что Нужен Автофокус Чтобы Снимать Самого Себя Потому Что В Видео Я Мог Снимать И На Сигму В 20к С Камерой Ну Если Очень Постараться Нет 20к Без Камеры Да Если Очень Постараться Можно Камеру С Объективом Найти В 20 Но Это Надо Очень Постараться Микрофон 5000 Рублей Ну Интерфейс 3000 Рублей Свет Свет Можно Дешево Конечно Найти Опять же Если Леруа Мерленить Ладно Да Не в 20 Где-то В 30 С Небольшим Камеру Ты Забыл А Шутка Все Окей Да Стало Как на Телефон Оба Глаза Видна Нет Я Как раз Серьезно Пытаюсь Узнать Это Реально Важно Настолько Или Неважно Потому Что 24 1 8 И так Дали Но Это Просто Сильно Дороже 200 Д У меня Хочу Так Совет Нужен 200 Д У меня Хочу Вторую Взять Садики Утренники Фото И Видео 50 На 50 R10 Взять Или На R Подкопить Ну Так Как R К Стоит В Два Раза Почти В Два Раза Дороже На Мой Взгляд Если Если Ты Снимаешь На 200 Д И В целом Доволен То Бери R10 И Будешь Еще Больше Доволен То есть Тебе Надо Ответить На Вопрос Какие Задачи Ты Ставишь Перед Собой Что Ты Хочешь У Тебе Есть 200 Д Что Тебе Не Нравится 200 Д Чтобы Ты Хотел Чтобы Улучшилось При Покупке Новой Камеры Гриб В детских Садиках Не Знаю Насколько Тебе Нужен Меньший Гриб Скорость У Тебя С R10 Скорость Будет Быстрее Видео Будет Лучше Вот Мне Кажется Джонас Мне Тоже Кажется Я Глобально Разницы Не Вижу Освещение Больше И Отделяет Меня От Переднего Плана Блять Полегас Превращаюсь Вы Этого Не Слышали Вот Освещение Больше Играет В Отделении Переднего Плана От Заднего Плана Здесь Я Единственное За что Переживал Даже Не За Гриб Бог С ним Вообще Я За Шум Переживал Ну Они Вот Я Вижу Их Но Вроде Как Нормально Что За Гриб Лисичка А Что За Микродозинг В чате В каком В этом Да Нормально Все Если Блогер Снимает На Ифон На Зеленом Фоне А Потом Ставит Размытую Картинку И Будто На ff Снято Ну Слушай Можно И так Можно Потом Туда Поставить Этот Зеленую Штуку И Тоже Что Годно Делать А Можно Вместо Себя Робота Поставить Или Кота Вообще Пофиг Свет У Андойра Есть Баксов За 50 Под Бомонс Ну Тут Любой Подойдет Вот Подобный Светильник Можно Найти Я Брал Себе Грифон Грифон Вот Такой Же То Ли За Четыре То Ли За Пять Тысяч Я Потому Что Он Потише Звучит Ну То 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 Вентилятор Не так Сильно Работает И Все Но В принципе Если бы Висел Falcon То Разницы Не Было Никакой Влюра Хорошая Стойка Ну Да Вот Такая Стойка Может Отдельно Стойка Хорошая 1003 Такого Не Надо Можно Проще Гораздо Всего Сделать Микрофон Есть И Ладно Ну Слушай Микрофон Есть Ладно В зависимости От того О чем Ты говоришь Я часто Привожу В пример Дреза Это чувак Который Про игры Разговаривает Раньше У него Была Отвратительная Картинка Да и Звук Был Не Очень Это Мне Нисколько Не Помешало Да Никто Тебе Не Смотрит Наушниках По Квартире Ходят Тесто На Кухне Раскладывают Слушают Ну И Хорошо Я Понял Так В садниках Гриб Не Чтобы Она Была На Нем Постоянно И Ходить С Ни С Нем Я Очень Большой Нелюбитель Постоянно Что-то Переделывать Переоткручивать И так Далее То есть Мне Неудобно Когда У тебя Есть Камера Для Стрима На Ней Объектив Который Тебе Надо Часто Скручивать Я Хочу Придти Сесть Нажать На Две Кнопки Условно И У меня Все Готово А если Постоянно Что-то Переделывать То Так Не Получится Надо Постоянно Что-то Перестраивать Переделывать Поэтому Мне Хочется Чтобы Это Было Стационарное Решение Если Было Садиках Не Было Ангины Я Был Монтировал В Три Раза Быстрее И Скидл Затрянка Скидл Затрянка Звучит Неплохо Да Я Тоже В основном Слушаю Когда Посуду Я Наушников В кроватке Отворачиваюсь К стенке И под стрим Засыпаю Обычно Удобно Увидишь Удобные Стримы Для Ильи Можно Засыпать Лерой Мерлен Рассеивать Неудобно Если Только От стены Или Потолка Можно Держать Резонтас Соколем Мид 27 Но У меня Свет Светит В стену И от Стены Отражается Поэтому Я думаю Здесь Бук Как раз Проблем Не Было Амит Всегда Пожалуйста Заходи Еще Лерой Кью2 Если Откручивать Не любишь Для стримов Я не настолько Обеспечен Чтобы ставить Кью2 На веб Чисто Ради Фана Что за Леруа Ведите В курзил Леруа Мерлен Магазин Строительный Там Лейки Продаются Шутка За 300 Поехали дальше Смотреть Кассину Касмину Кассину Кассина Несколько Объективов Новых Выпустила Поэтому Поехали Ведь уровень Шума Было Довольно Сложно Я Выбрала Часть Стены Из Из Изображения И Определила В чем Разница Между Выбранной Частью И 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 Из И И И И И И значение минус 1,5F, тогда как эта часть имеет значение минус 2,5 электронвольт. И эти ценности это то, что здесь даются как экспозиция на стене. Так что, глядя на таблицу, в целом шум выглядит довольно хорошо, если не считать очень недоэкспонированных изображений с высоким ИСУ. Он зернистый и не содержит цветного шума. Давай посмотрим на несколько примеров, я посмотрела клипы и решила, что клипы с уровнем шума 3,9 и ниже выглядят очень хорошо. Вот несколько примеров шумов в этом диапазоне и немного выше, чтобы ты могла увидеть разницу. Уровни шума для ИСУ 100 и 200 отлично смотрится по всем направлениям. Для ИСУ 400 он хорош до минус 3,0F. Для ИСУ 800, 1600 и 3200 это хорошо, да или до минус 2,0F. Тогда как для 6400 и 12800 это хорошо до 0F. Хорошо, давай тоже посмотрим на график. Тенденции следует тому, что мы ожидаем увидеть, а именно, чем больше вы недоэкспонированы и чем выше ИСУ, тем больше у вас будет шума. Я вижу некоторые странные результаты, которые начинают происходить где-то между минус 2 и 3 EV. Так что эти парни странные. Это было бы для ИСУ 800 и выше. Давай взглянем на соответствующие клипы. При осмотре нет большой разницы в уровнях шума. Возможно, приложение для расчета уровней шума интерпретирует шум по-другому, если есть цветной шум. Я не вижу общей тенденции к тому, чтобы ИСУ 3200 был ниже 1600 или 800. Чего я и ожидала, поскольку именно это произошло с ГДНК и БРО. Это потому, что 3200 – второй родной ИСУ этой камеры. Первый ИСУ 100. Но так как фактические значения НЛ относительно невелики по всем направлениям, это не имеет большого значения. Ну вот как раз сравнение идёт с CinemaDNG и с БРО. Ну вот тут идёт от минус четыре с половиной, от минус четыре, вот он идёт пять на ИСУ 400, а тут 15,9. Разные какие-то идут значения, если честно. Вот с этими они сопоставимы, а с этими 15,9. И эта CinemaDNG так ужасно шумит. В итоге. Не понял. Обрезка была измерена на левой стороне лица, так же, как и при первоначальной экспозиции. Вот так вот. К сожалению, в ProRacer нет инструмента для восстановления выделений. Для результатов теста я отметила необрезанные изображения цифрой 0, а обрезанные цифрой 1. Так, например, для ИСУ 100 изображений не обрезается для всех недоэкспонированных изображений до плюс 2,5F включительно. Для приведённой здесь таблицы гипотетически означает запас хода, указанный в диаграмме динамического диапазона Sigma EV. Почему я включила колонку супербезопасность? Давай на секунду увеличим отснятый материал. Если ты посмотришь сюда, то увидишь в основном детали лица. Однако есть несколько небольших участков, которые обрезаны, не так ли? Потому что некоторые детали будут отражать свет немного сильнее из-за текстуры или угла наклона к источнику света. В данном случае я назвала это изображение необрезанным, но на самом деле оно в основном не обрезано. Если я хочу быть абсолютно уверена, что у меня не возникнет проблем с таким изображением, я бы выставила его на полстопы ниже. Так вот, я бы выставила его максимально высоко при плюс 4,0F. Результаты теста гипотетические говорят мне, в чём разница в F между тем, что говорит мне динамический диапазон, и моими практическими результатами. Например, для ИСУ 100 я должна выставлять на 0,6 остановки меньше, чем теоретически, чтобы убедиться, что лицо объекта не обрезано. Меня больше всего беспокоят эти ИСУ 800,166,410, где я должна выставлять примерно на 1,5 ступени ниже, и ИСУ 3200, где я должна выставлять примерно на 1 ступень ниже, ИСУ 12800 хуже. Но я не думаю, что в реальной жизни мы рискуем передержать его. Давай посмотрим отснятый материал. Для каждого ИСУ я показываю тебе изображение, сначала с последним обрезанным ИВИ, а затем во-вторых с первым необрезанным ИВИ. Так. Ну да, видишь, здесь космина считает, что вот это нормально. Ну, здесь вот уже идет 4,5, так. 4,5. 4,5. 4,5. 3,5. Что касается цветового сдвига, я вижу только некоторый сдвиг цвета в сторону пурпурного для минус 3,0, ИСУ 6400 и 12800. Так что меня это не волнует. Наивысший ИВИ определяется точкой отсечения. Я выбрала здесь значение SuperSafe. Самый низкий ИВИ определяется уровнем шума. Я выбрала электромобили с максимальным уровнем шума 3,9. Просто напомню, значение экспозиции, которое создавало шум, было экспозицией стены, а не исходной экспозицией. Я объяснила это для расчета уровня шума. Итак, здесь у нас экспозиция лица, или исходная экспозиция, составляет 0 ЭВ, а экспозиция здесь составляет около минус 2 ЭВ. Тогда как для этого бита здесь около минус 3 ЭВ. Таким образом, в этой колонке говорится, каким должен быть минимальный уровень экспозиции для самого темного объекта в кадре, чтобы изображение выглядело хорошо. Например, для ИСУ 400 самый темный объект кадра должен иметь значение экспозиции 3,0 или выше, минус 2,0, минус 1,0 и так далее. У меня здесь есть примечание для ИСУ 100 и 200. Самая низкая ЭВ, которая я измерила в этих тестах, равно 4,0, но для этих двух ЭСУ НЛС, соответствующие этому ЭВ низкие. Так что я думаю, ты, вероятно, могла бы недоэкспонировать изображение с помощью дополнительной остановки. Давай, наконец, взглянем на кадры, соответствующие этим ценностям. Что касается недоэкспонированных клипов, ты увидишь те, у которых общий или средний приемлемый НЛ, так как из-за того, как я осветила эту сцену. У меня большой диапазон между экспозицией лица и самым темным объектом. В общем, тут, да, тут надо... Вчера кто-то, по-моему, спрашивал, а... Почему Бэйки не делает, Соня, да? Почему Бэйки не делает? Типа, показали бы людям, как оно красиво-некрасиво. Вот, вот... Я говорил, что вот сложный контент, это дело такое, которое смотрит немного людей. Ну, такие дела, так это и работает. То есть, это сложно смотреть. На сегодня все. В следующий раз я вернусь с видео, в котором сравниваю все три РАО. К сожалению, у меня уже есть несколько жалоб на ProRaceRo, но мы увидим, насколько велики проблемы, когда я соберу их все вместе. Если ты говоришь по-русски, не забудь заглянуть на канал Ильи. Он сделал обзоры на все остальные видео этой серии. И обсуждения там отличные. Ты можешь узнать еще больше информации о том, что я здесь показываю, посмотрев эти видео. Увидимся в следующий раз. Thank you! В общем, вот такие вот пироги, ребят. Вот такие пироги. То есть, вот это вот сложно, потому что... Это третье видео, которое я смотрю. И даже со второго видео уже все понятно. С третьим видео ты просто смотришь и... Ну, и все понятно. А с первым было тяжело. Прям реально тяжело. Так сидел такой... Типа, что тебе говорят? Хедрумы, легрумы? Что происходит-то? Вот последнее видео как раз из этой серии. Оно будет самым лучшим. В плане того, что человек, который смотрит первое, второе, третье видео, если честно, он вообще не понимает, в основном, наверное, что происходит. Ну, то есть, в целом, она что-то тянет. А зачем это все? То есть, получается, как бы, вот такой... Видеофетишизм ради видеофетишизма. Что, конечно, здорово. Вопросов нет. Но есть ли в этом практически смысл? Ну, вот, практически смысл должен быть назван в последнем видео, где нам расскажут, какое видео в итоге лучше всего будет тянуться. Я считаю, я даже не буду смотреть... Это самое... Вот эти вот таблички, их можно, в принципе, все скачать и посмотреть самому. Надо будет, кстати, перед последним видео все-таки так и сделать, наверное, на всякий случай. Вот, потому что самое клевое должно быть, это либо бюро видео, в принципе, тут косменно, как бы, на это уже намекнуло, или CinemaDNG видео. CinemaDNG видео, потому что в этом есть глобальный плюс сигмы, именно из-за чего можно взять человеку, который хочет заморочиться в съемке видео, сигму именно для RAW, потому что иначе смысла нет глобального. Вот. Ну, косменно вообще молодец. Не только потому, что меня упоминает, кстати, вот, а просто косменно молодец. Поэтому обязательно, обязательно, даже если было тяжело и вы вообще не понимаете, что здесь происходит, вот, надо дойти до космины, поставить ей лайк и написать что-нибудь хорошее в комментарии. Я считаю, что такого контента должно быть больше, пусть он, конечно, не будет собирать миллионы просмотров, это, наверное, понятно, но именно вот такие блогеры, они могут создавать некое такое блогерское сообщество, где, ну, хоть как-то не будут разбираться, а не просто перечислять, не знаю, инструкцию от фотоаппарата или пресс-релиз от объектива. А вот, вот такие штуки прикольные, я вот рад, что они существуют. Мне даже интересно, когда космина с Ионом закончат вот эту эпопею, у них там прям хорошо получилось, интересно, что они будут делать дальше. Это как, знаете, как ластелин колец снять и что-то делать дальше надо. Вот это прикольно. А что там за стойки? Не знаю, наверное, какие-нибудь стойки, которые могут держать какой-нибудь свет. Я в люра, кстати, их не видно. Ну, видишь, мне на честь повезло, я работаю в фотомагазине, и мне проще найти такие вещи. Но в целом, в целом есть авито. Вот можно стойки тоже взять за какие-то копеечные... Вот эта стойка, она большая, но, в принципе, для света, который здесь, подойдет практически любая стойка, если ее не трогать. Я, опять же, считаю, что надо один раз собрать и не трогать, если есть такая возможность. Вот, если такой возможности нет, то я бы, наверное... Ну, кстати, чисто гипотетически, можно и к потолку было ее прибить как-нибудь. Ну, так. Правда, если там снимаешь квартиру, это не очень хорошее решение. Ну, такое. Зачем Q2? Бывает же Т. За недорого. Бывает. Джонас, народ на Red Video и стримы пилит так, что Leica Q2 не сильно мажорный вариант. Будет на фоне Red One. Нет, ну, слушай, так понятно. Ну, ты смотришь иностранных блогеров, там они себя и на R5C снимают, и вообще в ус не дуют, что называется. Но у нас немножко другая действительность. Это, во-первых. Во-вторых, что для меня кажется самое главное, вот честно. А что изменится, если я буду снимать на Red? Вот давай мы откроем, например... Если я правильно... Да. Ой, господи. Вот есть такой перенек, Маркус Брауни. Вот у него есть свой канал. Канал 16 миллионов. То есть, ну, все это дорого-богато. Вот Маркус там на Red снимает, у него есть механические роботы, и выглядит это вот так. То есть, у него хорошая картинка, вообще вопросов нет. Но вот когда тебе скажут, там, не знаю, бюджет этой картинки... А бюджет этой картинки, ну, то есть, на что ее снимают, какими средствами и так далее. И он там будет over 9000, что называется. И ты такой, ну и чё? То есть, тут у него прикольно то, что он не просто говорящая голова, а прикольно то, что у него куча разных локаций. Вот эти, видишь? Движухи идут. Прикольные. Но вот это просто... Вот так вот можно снять на... Вот так, как сейчас у Марукуса, можно снять на что угодно. Red не нужен. Ну, на что угодно современное, ладно. То есть, сейчас мне скажете, на 1000 дай сними. Окей, стаба нету. Так, а давайте найдем его самый популярный ролик какой-нибудь. Вот, 39 миллионов просмотров, например. Люди, вы еще стремите. Нейросети будут донатить нейросети на стримах для нейросетей. Кожаные нищеброды ненужны. Нейросети, спасибо тебе большое за поддержку, но зачем нейросети донатить другой нейросети? Нейросети должны донатить людям и унижать их. Вот тогда и в этом есть смысл. Правильно? Зачем ты донатить другую нейросети? Ей не нужны деньги, она их намайнит. Это кожаным мешкам нужны деньги, а нейросетям деньги не нужны. Айкагар, привет. Я вот хочу найти какой-нибудь у него прям... У него где-то был ешкин крот Илон Маск. И... Нормально. Не к каждому приходит Илон Маск. Где-то, короче, был тур по его студии. И там вот показывали механических... Ой, господи, Цукинберг тут еще тусит. Нормально, неплохо. Нотбэт, я бы сказал. Ну, ладно, да неважно какой ролик. Ну, то есть, вот, реды, не вопрос. А зачем? Не, ну ладно, я все, как нейросет сказал, я нищеброд. Я вообще не спорю вообще ни разу. Вот, но... Я не к тому, что надо брать ред и снимать кино, потому что ред это кино. Ну, как бы, ну зачем? Это же сложнее. Понимаешь, если бы реды, они были бы гораздо удобнее и гораздо, там, не знаю, лучше. Реды дают лучшее качество картинки? Ну, дают. Ну, с ними неудобно тут ни разу. Ну, мы видим, вот такую картинку можешь дать, там, А7-4, R6, Z6, что угодно. Вот тут реально, что угодно, даст такую картинку. Если только у него не в 8К. Ну, я, по крайней мере, на своем мониторе не вижу. Ну, чувак, вот, говорящей головой говорит. Иногда переводит графики. Ну, у него отличная картинка, у него хороший монтаж. Но ред для этого не нужен. Вот, как бы, вот, посыл мой такой. Ну, как-то так. Интересно, как будет говорить мальчик Алиса, боюсь у Мурсу. Появилось. Всем приятный вечер, я пошел. Дэн, шлем. Так, хорошо. Я котиков на Р5 снимаю и кайфу не на Р5, все хорошо. А, Касминя, hi. Я не знаю, как английские люди will translate Russian language. Но мы можем говорить о broken language. Это не так. Вы сделали очень хорошие видео. Я просто видел его. И это прекрасно. Спасибо большое за вашу работу. И я буду ждать за вашу работу. И я думаю, что вы сделали очень хорошую работу. Как вы смотрели Lord of the Rings. И это очень эпичное. И когда вы смотрели в последнее видео, что вы сделаете? It's very interesting. Thank you for your job. Дому привет и мясо лайк. Амит, зачет она выкрутила с конца Алиса. Классный, камон. Тебя, Илья. Ну, нет, так получилось, что когда я делал, по-моему, даже самое первое видео по Иэной Касмине, вот Касмина как-то это увидела. Пришла, прокомментировала. И вот сейчас пришла, прокомментировала, что очень приятно. И это было хорошо. Ой, я, Дэйв, я сейчас так вот так скажу, что, знаешь, лучше не буду с моим английским даже. Немного это немного это не страшно, зато смотрят только избранные. Ну, опять же, есть разные, есть разные видео, есть развлекательные, есть такие, ну, попроще. Есть вот прям такие хардверные, хардовые, я считаю, это очень клево. Джон, тянуть или не тянуть, вот в чем вопрос. Пилите, Шура, пилите. Если снять «Властин колец», можно дальше ничего не делать. Если «Аватар» снять, можно больше ничего не делать. И даже лучше, наверное. Снимай на ряд тумбочку. Гипотетически, можно и на старый торшар прокрутить, чтобы потолок не дыряют. Типа того. Айкогар, привет. Бобрик илия, есть хорошая картинка, есть хорошая 4К-картинка. Это две разные картинки в сравнении. Первое нехорошее. Ну, слушай, ну, это у меня так, ну, в принципе, ну, что, 4К, да, сейчас все ОБС поддерживает 4К. Это, ну, у меня, да, есть локальная проблема в этом, но, в принципе, если ты будешь снимать ролик, именно ролик, а Маркус, он не стримил, он снимал ролик, то в 4К вообще не проблема. Да, Илон Маск кому попал, не ходит, да. Рэд нужен велосоком, а иначе пафоса нет, к сожалению. Да только мы отнимаем, мы бы свет поставить нормально. Там же есть в сети ролики, как велосокому поставить свет. Ну, о чем ты говоришь? Им надо нанять человека, который будет ему нормально снимать. А, не, ну, Рэд для пафоса нужен, это, это по-любому, но, ему бы просто людей нанять. Рэд, потому что может. Ну, да, да, Рэд, потому что может. Но они или и в конце ролика, это как концовка в фильмах Ямалана. Хорошо. Даешь Беролу вместо роллов. Это согласен. На Беролах не располняешь. Он прикрутил Рэд к штативу и не может открутить, вот и снимает. Наверное. Или же надо, да не, почему? Все будет хорошо. Как я пошел в Алекс, так и пошел. удачный тебе. Мы не ищем легких пудей. Это правильно. Но Рэд Комода, тумбочка. Ну, что Рэд Комода? Рэд Комода нормальная. Ну и все. И самый большой прикол, то что там нет роллинг-шаттера. Тебе для говорящей головы или вот то, что снимает большинство из нас, это вообще не важно. Рэд, не каровать, да, Рэд, но Бэт. Поэтому, знаешь, не, я вот, понимаешь, с одной стороны, я против того, чтобы, ну, не то, что против. Вот, Tomorrow Filmmaking, сейчас вот загуглю, потому что есть время. Tomorrow Filmmaking, да, говорит, вот есть 550-й Canon, снимайте на него видео. Вот, я считаю, что это уже перебор, потому что, то есть, это надо делать чисто из-за, ой, не то, не то, не то, не то делаю, чисто из-за фана. То есть, могу ли я снять прикольно на 550-й Canon? и типа, могу. Сейчас посмотрим их заодно. Могу ли, могу? Это прикольно, прикольно. Какой-то определенный вызов, уж тем более, что называется, контент, да, когда ты привлекаешь людей таким интересным названием. Могу ли я снять? Круто за 100 баксов, да. Но если ты серьезно будешь снимать, ну, и что будешь снимать вот так, да зачем? Если у тебя есть хоть какую-то определенную, ну, возможность купить себе нормальное оборудование, ты его купишь, потому что нормальное оборудование сохраняет тебе нервы, время, и так далее. И написать 50-й Canon с Magic Lantern, и с чем угодно снимать, ну, это зачем? Это просто ерунда. Это просто полнейшая ерунда. Ты вот выбираешь инструмент, который вот к тебе вот прям подходит, и все. А Red, это как раз, это примерно то же самое, только с перебором. Ну, просто не нужно. Это не значит, что не надо брать. Я просто к тому, что, ну, это такое, я не знаю, зачем сравнить. Надо тебе там, не знаю, перевести 10 коробок своих вещей на другую квартиру, и ты заказываешь не такси какое-нибудь маленькое, а заказываешь фуру. Ну, типа фурой прикольнее, ну, прикольнее, да. Мало ли, что произойдет, у тебя фура есть, ну, есть. Но тебе надо 10 коробочек перевести, вот, вот, примерно так. Что нам стоит дом построить? Просто вырыть котлован, а потом прибавить рельсы и пустить по рельсам кран. Да. Давайте посмотрим Tomorrow's Filmmaking. Так что у нас сегодня стрим не только по Сигме, будет еще и по Кэнону. профессиональную рекламу на камеру стоимостью 100 долларов, которая вышла более 10 лет назад. Ну, вот, сразу, сразу, вот, просто сразу, вот эта тема камеры 500 долларов, это все полнейшая ерунда. Знаете, почему? Потому что вот тут у нас стоит свет, который стоит овер, какой-нибудь эпича, вот тут у нас стоит уже внешний монитор, это все стоит в клеточке, вон у чувака пушечка радешная, да, в наушничках, это у тебя есть какой-то гаффер, ну, может быть, он и есть гаффер, ну, по крайней мере, у тебя есть еще человек, который отдельно пишет звук, а какие здесь 100 долларов речь? Вот тут, когда ты собрал вот такой большой сетап, то, что тут за 100 долларов стоит, что тут там, не знаю, за 300 долларов, разницы глобально не будет. я не знаю, давайте выясним. Итак, что мы делаем с этим? Мы находимся в местном боксерском зале в Шарлотте, штат Северная Каролина, и мы снимаем рекламу ГТ. А че у него там? Вроде это не сам, ну, вроде не очень дорогой экран. Но мы собираемся сделать это так, как если бы у нас был 0 долларов, Alexa Mini. Мы вкладываем столько же усилий в освещение, кинематографию, звуковое оформление, монтаж. Но все, что... Ну, у него еще какой-нибудь... А, у него еще кинообъектив прикручен. Да? ...то меняем дорогую камеру на более дешевую, чтобы посмотреть, действительно ли это имеет такое большое... Ну да, кинообъектив еще. Да там вот этот, простите за выражение... Ладно, вот эта штука стоит 2000 рублей, это я знаю. Чтобы посмотреть, действительно ли это имеет... Вот этот штатив, Монфротовский, стоит дороже, чем вот эта камера, во много-много-много-много раз. Ой, экран. Да, ребят, спасибо, спасибо, спасибо. Вот тут, рему, вот все правильно. Вы скрицает линис Найки, это отлично работает. Спасибо, извините. Сейчас я назад откручу. Мы находимся в местном боксерском зале в Шарлотте, штат Северная Каролина, и мы снимаем рекламу GTA 8. Но мы собираемся сделать это так, как если бы у нас был 0 долларов, Alexa Mini. Мы вкладываем столько же усилий в освещение, кинематографию, звуковое оформление, монтаж. Но все, что мы делаем, это меняем дорогую камеру. Да, ребят, спасибо еще раз всем, кто написал про экран. Вот лучший вариант, вот как вот рему, делает вот красные восклицательные знаки, их просто видно. Чтобы посмотреть, действительно ли это имеет такое большое значение. Теперь, конечно, если у вас безумно дорогая камера, вы получите лучшее качество изображения, лучший динамический диапазон, глубину цвета и все такое прочее. И это то, что мы пытаемся определить сегодня. Использовать дешевую камеру и посмотреть, действительно ли вы, ребята, можете заметить разницу, или это все остальное. Что делает изображение хорошим. Итак, для этого видео мы используем Canon Rebel T2i. Сейчас он стоит 100 долларов прямо сейчас на ebay. Он сделан из цельного пластика. Он снимает в разрешении 1080p со скоростью 24 кадра в секунду и вышел в 2010 году, то есть буквально за два года до выхода первого фильма «Мстители». Именно так давно эта камера вышла в свет. Но опять же, она стоит всего 100 баксов. Так вот, если не считать этих особенностей, то в основном это все. Здесь нет никаких настроек для создания фильма. Это не предназначено для использования в качестве кинокамеры, такой, как и, например, новый Canon RC может иметь все эти различные настройки. В этом буквально ничего нет. Так что нам придется сделать кучу вещей. Мы должны загрузить какое-нибудь стороннее программное обеспечение и просто знать ограничения, прежде чем начнем снимать с его помощью. Стороннее программное обеспечение это Magic Lantons, да? Поэтому мы собираемся использовать Canon Rebel T2i для съемки рекламы GTA 8. Итак, система каркаса... Не, ну ладно. Magic Lantons здесь ты можешь все сделать, а все остальное... ...которую мы используем немного отличается. И мне пришлось просто собрать кучу разных деталей вместе. Потому что, очевидно, у Canon T2i нет специально разработанной клетки. И так нам пришлось сделать кучу разных деталей из небольшой буровой установки и различных железнодорожных систем, чтобы создать эту маленькую клетку, которая у нас есть. Но то, как я это использую, это то, что я видел, как... Да, импраза, спасибо большое. ...пользовал в активной доблести со своими пятидвойками. Они назвали это оружейной камерой. И у них в основном была ручка сзади и ручка спереди. И они использовали ее почти как пистолет. И это дает ему немного больше стабилизации вместо того, чтобы держать его просто обеими руками вот так и смотреть вокруг. У вас есть точка соприкосновения сзади и точка соприкосновения спереди, и вы можете действительно стабилизировать отснятый материал одновременно... Чё, может, ручки еще такие переключить? И поэтому я действительно хотел использовать его для этой съемки. Но еще одна жизненно важная деталь оборудования, которую мы используем для этой рекламы, это аноморфные линзы. Теперь... Если вы не знаете, что такое аноморфный объектив, он в основном снимает все удлить. Да, а чё не Ари-то сразу? Надо Ари-ский объектив. Ари-прайм тут загнать в него просто по самую матрицу и нормальная тема. Что всякий раз, когда вы вставляете его в редактор. Вы можете сжать его обратно, и вы получите это кинематографическое соотношение сторон. Так вот, как они получают эти черные полосы сверху и снизу, снимая на объективы, которые удлиняют изображение, и это дает красивые блики, и мне нравится, как это выглядит. Никого не удивит, что вряд ли найдутся аноморфотные объективы, которые подходят для такой зеркальной камеры EF, как эта. И поэтому я использую наноморфные аноморфные линзы, которые предназначены для крепления EF, таких как T2i. И это просто делает изображение намного более кинематографичным, и мне нравится изображение, Хорошо, Анджела, итак, я попрошу вас пройти из этой комнаты сюда, а затем буквально дойти до этого шкафчика. Хорошо. И уходите. Очень хорошо. Хорошо, прямо здесь. Хорошо. Сделайте снимок этого на случай, если вы просто взорветесь. О боже, вы правы. Вы сделали снимок. Хорошо, хорошо. Это здорово. И вперед. Вот и все, вот и все. Так что я знал, что в этом рекламном ролике я действительно хотел бы больше сосредоточиться на предварительном производстве, а это то, что обычно часто просматривается в рекламных роликах. И это в основном все, что происходит до первого съемочного дня. Итак, это раскадровка, поиск местоположения, составление списка снимков и определение каждого предмета снаряжения, который нам нужен и всего, что нам нужно купить. Например, Ну, это прикольно, да. То, что у тебя есть план, и ты его придерживаешься, это прикольно. Например, полотенце GT8 или маленький фонарик, которым вы можете светить в объектив, все такого рода вещи, которые нам нужно определить заранее. Сейчас тон и местоположение являются одними из самых важных, потому что ваш тон будет определять, как будет выглядеть видео, и ваше местоположение должно способствовать этому тону. Поэтому, когда мне впервые пришла в голову эта идея, я думал скорее о суперстилисте, как один фонарь над головой боксера, и это похоже на суперконтрастность. Ну, проведя несколько тестов с T2i, мы поняли, что он плохо справляется с действительно темными и действительно контрастными средами. Поэтому то есть даже со всем светом, который у тебя есть, все равно он из-за этого чувствует, что у нас почему пришлось изменить тон всего. В плане того, что это не за 100 долларов, это далеко не за 100 долларов, да? чтобы оно выглядело более ярко и естественно. Поэтому всякий раз, когда мы гуглили боксерские залы и проводили разведку местности, первый спортзал, который мы на самом деле выбрали, оказывался не очень работающим после этих тестов. Потому что стены были полностью черными, и он просто оказался слишком темным. В итоге мы остановились на этом спортзале, в котором мы сегодня снимаемся, с действительно яркими окнами. Здесь царит атмосфера подпольного бокса с цепями, веревками и всем таким прочим. И мне действительно нравится, как все получилось. Поэтому обязательно проведите большую предварительную подготовку и определите свой тон. И это определит ваше местоположение на основе вашего тона. Итак, в этой видеосъемке Короче, готовьтесь перед съемкой. При съемке мы будем использовать много тумана и много дымки, потому что туман не только выглядит кинематографично. Но и если у вас камера с плохим динамическим диапазоном или она действительно контрастная, она просто выравнивает все опосвещение. Таким образом, темные участки выглядят ярче, а в более светлых областях виден туман, и это выглядит очень, очень хорошо и действительно кинематографично. Но чего вы не хотите делать, так это того, что вы не хотите просто пускать туман повсюду и просто оставлять его. Вы должны рассеять его, что мы и говорим каждый раз, когда снимаем. Вы берете один из этих флагов или пенопластовую доску или что-то в этом роде, и вы должны сделать так, чтобы он полностью исчез, чтобы вы не могли видеть пары в воздухе. Это просто общая дымка, и это выглядит очень, очень хорошо. Поэтому мы используем эту противотуманную машину. У меня будет ссылка на нее в описании ниже, но она была очень, очень хороша и принесла много пользы. Как вы можете... Противотуманная или наоборот дым-машина? Это выглядит очень, очень хорошо и фактически полно... Ну, Римул, дым-машину, конечно, можно заменить, но столько он не навейпит. ...изменила то, как выглядит T2i. И я думаю, что это необходимо, если вы собираетесь снимать что-то с его помощью. Единственное, что в них есть, так это то, что у них не очень близкое фокусное расстояние, так что вы не сможете подойти к ним очень, очень близко. Итак, я действительно купил зеркальную камеру Magic. Это по сути что-то вроде увеличительного стекла, которое надевается на конец и позволяет просто подойти немного ближе. Потому что, если я захочу сделать несколько снимков с более детальной детализацией, я не смогу этого сделать, если на мне это. Это просто позволяет мне получить немного более детальные снимки и увидеть весь этот пот и боль в крови. Хорошо, вы готовы? Да. И вперед. Поэтому единственное, о чем я беспокоюсь, это фокусировка, потому что я так привык снимать с разрешением 4 кадра, что при разрешении 1080p буквально все выглядит не в фокусе, и поэтому мне трудно понять, в фокусе оно или нет. Так что это немного сложнее, но я заставляю это работать. Так что посмотрим, что получится, но пока я действительно шокирован тем, как хорошо это выглядит. Как будто я не ожидал многого, и на самом деле я действительно удивлен. Вы буквально собираетесь надеть это. Там будут две ножки штатива, которые входят в любую из них, а затем у нас есть еще одна ножка штатива, которую мы буквально обвяжем вокруг вашей груди. Так что это не так профессионально, как мне бы хотелось, но если бы я потратил на это больше 100 долларов, я бы превысил наш бюджет. На ней написано Nikon? Бюджет на камеру, понимаете? Так что в этом есть смысл. Чувак, ваша грудь. У меня было так много дополнительного пространства для работы. Я не думал о том, что у Анжела гигантская грудь и руки. Вы можете двигаться быстрее, но только не так сильно двигайте плечами, да. Хорошо, поехали. Так что давайте на самом деле заставим вас развернуться. Давайте начнем отсюда, развернемся полностью вот так и пойдем. Что-то слишком близко, нет? Итоговый счет-то. Может быть снять это? А, но он не может приблизить потом. Хорошо, очень хорошо. Я не могу поверить, что я такой T2i. T2i хорошо выгляжу. Поскольку T2i старая камера, в нее встроено не так уж много настроек видео. На самом деле, вы даже не можете изменить баланс белого, используя температуру по Кельвину, и у нее даже нет плоского профиля изображения. У нее только естественное изображение, которое на самом деле все еще очень контрастное. Итак, мы загрузили MagicLengths, программное обеспечение третьей стороны, но в настоящее время оно на самом деле не нужно. Потому что все ваши камеры, которые вы собираетесь получить, имеют множество настроек пленки, но со старыми камерами, такими как эта. Это дает нам возможность изменять баланс белого с температурой Кельвина. Это дает нам возможность добавить плоский профиль изображения, подобный CineStyle, который мы скачали специально для этой камеры, и просто значительно упростил создание фильма. Предоставив нам все те возможности создания фильма, которые у нас были бы на зеркалке более высокого класса. У меня есть несколько... А можно было просто взять камеру более высокого класса? ...тих старых рамок для фотографий, этих коробок и прочего. Я думаю, это действительно очень круто. Я думаю, это могло бы многое добавить к тому, чтобы услышать, как он бьет кулаком по груши. А затем просто перейти к этим случайным снимкам этих старых рамок для фотографий и все такое. Я думаю, это могло бы быть действительно здорово. Просто добавьте немного и как бы нарушите постоянный монтаж Just Boxing. Так что прямо сейчас я делаю резкий свет на Анджела, потому что я хочу затемнить его, придать ему немного более художественный вид, немного силуэтный вид, потому что делает фон темнее, делает окна, вы можете видеть в окнах, и я, сэр, мне очень нравится этот образ. Поэтому я собираюсь прилично затемнить изображение, но нам просто нужно добавить к нему больше света. И вперед. Хорошо, поэтому я стараюсь, чтобы видео выглядело... Ну, кстати, он вообще не крутит объектив. Вот он фокус поймал, и не подходит, не отходит. Дело естественно. То есть вообще пулера у него нету. Я не хочу какого-то сумасшедшего экстремального освещения, но мне очень нравятся трубки Nonlite Powell. А, Nonlite. Можете установить их в любом месте, в любом направлении, просто закрепите их на чем угодно. И да... Тогадокс у Nonlite подрезал вот это крепление. Вы можете использовать их в качестве реального источника света. Что я люблю делать, так это делать их тусклыми, и просто иметь возможность поставить их в угол, и просто как бы акцентировать свет. Вы можете использовать это как осветитель для волос, а с анаморфными линзами это просто так хорошо смотрится. Так что, если вы заметили, я ставил его на задний план каждого снимка. Итак, для этой сцены, когда он сидит в углу боксерского ринга, мы хотели, чтобы это выглядело как действительно большое. Вот они... Это же метр примерно, да? Nonlite. Как он там пишется? Тут про тюбы, да? Похожие. И вот у него что-то типа вот таких. И у него их там 5 штук. Вот они, 122 сантиметра. Скорее всего, это они, да. Не 60. 122 сантиметра. Ну, просто вот так вот, знаете. Это, конечно, наверное, недорого относительно киносвета, да? Прям, прям, слушайте, а Гадокс прям, вот реально, вот, если они были первые, то вот эти штуки прям... У меня есть Гадокс Тель 60-ая. Купленная на Авито. Понятное дело. Ну, вот откуда все пошло. 124. А, так это палки там еще без вот этих штук. Да просто две палки. Подожди, подожди, это же палка без... Вот какой, извините, я не то показал, не 108 тысяч, а 175 тысяч рублей. А у него там 5 палок лежит. Вот 5 палок, да. Будет работать. С 5 палками, да, с 5 палками заработает. ...большая арена, и так как у нас не было большой арены. У нас буквально есть эти светодиодные фонари, настроенные на взрывы. И так буквально он будет делать... Это да, вот, Рему, это еще без других моноблоков, которые стоят. Ну, это не моноблоки, а... Ну, допустим, без других светителей. ...хожено на фотосъемку со вспышкой. Так что теперь, когда бы он не садился, у вас есть эти вспышки вокруг него, и мы установили их с разными интервалами, так что это не все одновременно. И поэтому это просто похоже на вспышку фотографии. Итак, мы использовали... Кстати, не очень похоже, потому что рядом тогда должны быть люди. ...эти источники света на протяжении всей съемки. Мы использовали их для подсветки клавиш, мы использовали их для подсветки, мы использовали их для акцентного освещения, и они невероятны. Мне нравится внешний вид, который они придают. Мне нравится, как они просто вписываются в задний план. Это не выглядит неуклюже, это выглядит великолепно. И эти огни были спасением. Так что обязательно купите несколько светодиодных ламп, они потрясающие. Это... Бедная несчастная душа прошла 12 раундов. Он был избит до полусмерти, и мы должны сделать так, чтобы это выглядело именно так. Итак, у нас есть немного фальшивой крови, немного фальшивой струпы, а затем немного фальшивого пота, и это просто что-то вроде... Все фальшивое. Есть фальшивый пот, фальшивый бой. Этому мы просто намазали... Фальшивый лог. Для него на него. И фотоаппарат у нас тоже фальшивый, на самом деле это Ред. Он выглядит жирным, как будто потел целую вечность. Хорошо? Ну ладно, боксер молодец, он такой фактурный такой. Давайте сделаем это. Вот так. Хорошо, не хочу показаться странным, но держитесь. Да, хорошо, поехали, поехали. Так что я хочу... А почему... И знаете, что я не понимал? Ладно, он был бы актером. Ну, он же боксер. Они могут сказать, слушай, там, иди побоксируй часочком, и побоксировал, с него бы реально текло. Чтобы это был бум. Хотя все равно никто не заметит, я в том числе. Мне обязательно уходить. Вам не нужно переводить дыхание. Вам не нужно двигаться. Мне не нужно, чтобы вы... Да-да-да-да. Вам на три ноги отридцать тридцать. Мне буквально просто нужно, чтобы вы пошевелили головой, но это должно быть что-то вроде этого. Хорошо, посмотрите вниз. Хорошо, посмотрите вверх. Очень хорошо. Сделайте это еще раз, чуть медленнее. Идите. Это было прекрасно. Хорошо, так что не двигайтесь. Когда вы поднимаете глаза, задержите их примерно на три секунды. Так что поднимите глаза, задержите их, встаньте. Очень хорошо. Да. Да, сделайте это. А затем сделайте шаг и пройдите мимо меня. Точно так же, как пройдите мимо меня с этой стороны. Хорошо, вы готовы? Вы смотрите вниз. Посмотрите вверх. Встаньте. Вот и все. Нет, это было хорошо. Это было хорошо. И следующим будет... Чувак, ты выглядишь потрясающе. Хорошо. Единственное, что мне нужно, Мэтт, в большом футляре Пеликан, это фонарик, похожий на маленький медицинский фонарик, маленький фонарик-ручка. Мне нужно, чтобы вы очень быстро схватили его. Хорошо, прочь, снова включайте. А затем прочь, снова включайте. Хорошая работа. Кровь фигово выглядит. Еще раз. Это было идеально. Раз, два, еще один. Ладно, рассекать человеку голову, конечно, не надо было. Хорошая работа. Ура. Можно было взять какую-то бутафорскую кровь. Она какая-то липнет, не знаю. Чувак, я потрясен тем, как хорошо это выглядело. Хорошо, ребята. Итак, мы только что закончили съемки нашего боксерского рекламного ролика GTA's Canon Rebel T2i, который стоит всего 100 долларов и которому 13 лет. И я действительно был удивлен, что он действительно выглядел очень хорошо. Как будто это действительно очень-очень удивило меня. Теперь я знаю, что камеры важны, и новые камеры могут иметь лучшее качество изображения, лучший динамический диапазон, глубину цвета и все такое прочее. Но со всем, что мы сделали с туманом, с освещением, с повествованием, кинематографией, звуковым оформлением, монтажом, со всем этим вместе взятым и простым переключением камер, действительно ли камера имеет значение? Скажите нам, что вы, ребята, думаете... Конечно, имеет, чувак. ...и действительно ли вы можете снять профессиональную рекламу камеры всего за 100 баксов? Нет, не можем, потому что если я дам тебе только камеры за 100 баксов и притащу тебя в этот зал, и уберу от тебя все это освещение, дым-машины, весь персонал и так далее, который ты используешь, у тебя останется только Canon 550D, и больше ты с ним ничего не сделаешь. Так что посмотрите видео, дайте мне знать, что вы, ребята, думаете, и сразу после этого мы поговорим. Ой, Даршун-то как, посмотрите, прикольно. Это невероятная история парня, который ушел в отставку непобежденным чемпионом мира в супертяжелом весе. Непобежденным. Он стал чемпионом в супертяжелом весе и ушел в отставку непобежденным, потому что превратил свою слабость в силу. Вы должны смотреть себя прямо в глаза. Вы один должны делать свою работу. Все зависит от вас. Я могу сказать вам, что эти медленные ноги, если вы будете продолжать бежать, они станут быстрыми. Я могу вам сказать, что если вы будете поднимать тяжести, лазать по канату и все такое, ваши руки станут сильными. Я могу вам сказать, вы можете взять то, что у вас есть, и изменить это в силе. Каждый день этот дополнительный спринт, этот дополнительный подъем подбородка для дополнительной невесомости, вот что делает вас чемпионом. Это тот парень, который получает копа. Если вы собираетесь стать чемпионом, вы должны сосредоточиться. Вы должны подчеркнуть то, что делает вас чемпионом, и вы должны исключить все, что не делает вас чемпионом. Концентрация. Никогда не пропускайте эти тренировки. Работаю, работаю, работаю. Вы хотите быть великим в свете. Я открою вам секрет. В этом нет никакой магии. Это не высокопарный термин, но это суть жизни. Сосредоточьтесь. Я люблю спортивный мир, потому что вы не можете терпеть слабости. Я люблю спортивный мир, потому что он говорит, что для того, чтобы быть великим, вы должны прилагать усилия на работе, полагаясь на свои способности, а не на кого-то другого. Замотивировался. Вы должны признать свою слабость и превратить эту слабость в силу. Смысл этого видео в том, чтобы показать, как кинематографисты, как много внимания мы действительно уделяем новейшей камере. Мне так много людей говорят, что они не хотят учиться кинопроизводству, пока не смогут накопить на эти шесть долларов с нулем камеру. Или они не хотят начинать съемки, пока не получат все необходимое кинооборудование. И это видео доказывает одну вещь, режиссера делает не камера, а все остальное. Он не включил в шот, когда цепи делал. Это кинематография, освещение, повествование, звуковое оформление, музыка, монтаж. Все это равносильно кинематографическому опыту, который даже опытные кинематографисты не смогли бы отличить. Мы разместили рекламу Get8 в Instagram и в нашей группе сообщества Facebook и спросили, на какую камеру, по их мнению, она была снята. И все обсуждали, была ли это красная камера или Ари Алекса, или это полностью похоже на черную магию. Нет, это определенно Sony, потому что у нее цвета Sony, и никто не сказал, о, это камера 13-летней давности, потому что я ясно вижу разницу. Даже опытные кинематографисты не могли бы сказать, что это снято на камеру 13-летней давности, которая сейчас стоит 100 долларов. Потому что все остальное делает режиссера не только камерой. Так что, если вы хотите овладеть всеми навыками, необходимыми для того, чтобы взять любую... Он сейчас курсы будет продавать. Скриннем, пацаны, курсы будут продавать. ...имеющуюся у вас камеру и сделать ее кинематографичной, загляните в Тамарусилмаккерс.ком. У нас есть более 1,2 обучающих видео. Изи, изи, изи. Роликов, подобных этому, где мы обучаем вас всем... Да-да-да-да-да-да. ...которые вам нужно знать от ведущих профессионалов киноиндустрии. У нас более 25... Все, чувак, дальше я не буду смотреть. Вот это все. Ну, блин, так плохо ты закончил. Так, ну что я вам могу сказать, ребят? На самом деле, видео хорошее. Что мне понравилось? Мне понравилось то, что, по большому счету, мы такое смотрим бэкстейдж. Да, мы смотрим бэкстейдж, как сделать видео. И он был приятный. Вот тут вообще ничего не скажу. Бэкстейдж был приятный, можно подчеркнуть для себя какую-нибудь интересную тему. Там, как люди работают и всякое такое. Вот. И это самое... Единственное, что неприятно, точнее, не единственное, а два момента. Первый момент — это ложь определенная. Такой подблог, я бы даже сказал. Второй момент — это инфо-цыганство. С инфо-цыганством все понятно сразу, да? Тут, наверное, не стоит объяснять, но вернусь к этому. Ложь заключается в том, что нельзя снять такое видео на камеру за 500... На Canon 550. Почему? Потому что это видео снято камерой Canon 550 с клетками, объективами, светом, дым-машиной, командой и все такое прочее. Нельзя. И ты тут... Если у тебя, конечно же, есть команда... Помните, мы смотрели какое-то видео, где чуваки снимали в баре сцену, и они снимали на две разные камеры, и там было даже интереснее посыл. Там было, помните, там 10 человек против одного человека. Типа, вот есть команда из 10 против одного, и что лучше? Вот это было интереснее видео, потому что, наверное, такое, знаете, там реально какое-то маленькое-немаленькое исследование. А тут нет такого момента, что это снято камерой за 500 баксов, за 100 баксов. Сколько стоит этот объектив? Давайте посмотрим. Сколько стоит? Лаова? 50 Т1.9 там была, по-моему, да? Не помните? Сейчас. Лаова. 50 Т1.9. По-моему, это он. Или 2.9. По-моему, 1.9. Час. Просто ради веселья. Из полтосика я вижу только такой. Но это не он. Это явно не он. Ну, короче, кинообъектив от Лаова. Лаова не самая дешевая фирма в этом плане. Вот он бы стоил там тоже каких-то денег. Сейчас, нет, давайте я все-таки посмотрю, какой там объектив. Они, может быть, пишут? Не пишут, конечно. Ладно. Найду сам. А, Т2.4. Но вот, эм. Почему я его не вижу? А, ну вот. Но это не он. В общем, суть в том, что вот этот объектив еще стоит денег. И явно не совсем маленьких денег. Хотя не очень. Ну, нет. А, вот он, да. Это какого бакета? Да, 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 точно. Это вот он. Только там бакешечка будет другой. Сколько они стоят? Что по ценам? Ефный стоит 1500 баксов. 1500 баксов. Да, камера у меня стоит 100 баксов. Объектив стоит 1500 баксов. Ну, извини. Знаешь, вот я бы, знаете, как поставил вопрос? Я бы по-другому поставил вопрос. Вообще, катастрофически по-другому. Например. У меня есть бюджет 1600 баксов. Да? Что лучше купить? Это, конечно, гротеск. Да? Но, тем не менее. И вот объектив 50. Что лучше мне купить? 550 кэнон с кинообъективом за 1500 баксов? Или за 1500 баксов я бы мог купить? Давайте, короче, мы все-таки возьмем. Да ладно, ЕУСР возьмем. Чего далеко ходить? ЕУСР возьмем с полтосом 1.8. И вот на какую камеру проще снять? Без света. Вот просто. Потому что со светом там действительно может быть... А потом со светом. И вот посмотрим, как ты на свой 550 кэнон выруливать будешь. Ты сам говоришь, я там прихожу в зал, снимаю, а тебе говорят, а там зал плохой. И даже с тем светом, который у тебя есть, у тебя там его немало. И ты не вытаскиваешь даже из этого. Кстати, да, еще мне в ролике не понравилось, что иногда видно отчетливо свет. Видно вот эти вот блоки, видно палки. Мне не нравится. Если ты типа делаешь рекламу, мне кажется, этого стоит избегать. Но не суть. Объектив стоит 1500 баксов. Освещение сколько стоит? И, конечно, там люди, которые гадают, они же не знают, как это все выглядело. Может, ты дурак... Может, ты так покрасил хитроумно. Ну да. То есть, вот это подлог, на самом деле. Тебе говорят, ага. Тебе типа, смотри, ты хотел себе камеру за 2000 баксов. Да ладно, бог с ней. Купи камеру за 100 баксов, а 1900 отдай нам. А свет это все ерунда. Никому это не надо. Вот такие вот дела. Вот это мне не понравилось. Но сам бэкстейдж понравился. Сам бэкстейдж прикольный. Давайте комментарии почитаем. Реды разные важны. Реды разные нужны. Ну да. Но хотя, знаешь, иногда на Авито продают какие-то совсем старые реды. Если честно, мне... И они стоят причем достаточно много денег. Если честно, я вот этого тоже не очень понимаю. Если ты хочешь уже, ну, идти в кино-кино, ну, возьми лучше Blackmagic. А это, конечно, не ред, но... Блин. 10 коробочек с холодильника, например. Добочка всем ремол. Привет. Особенно старые реды. Плохие по сравнению с новыми... Ну вот, вот. Ну, то есть... Не знаю. Вот Скарлетт, да? Скарлетт. Вот это вот все. Мне кажется, оно будет только даже иногда хуже. А главное, зачем остается непонятным. Амит, в 2015 году я снял душевный ролик для хорошего человека. Картинка не фондан, а вот сюжет затягивает. Не, ну, сюжет важен, но тут... Давай на чистоту. Здесь сюжет, он достаточно простой. Типа, тренируйся, и ты станешь чемпионом. Ну, то есть... Он непритязательный. Я не говорю, что он плохой. Да ладно, нет, плохой. Он простой. Простой. Простой, понятный. В принципе, если они снимают рекламу, он и не должен быть сложным. Да-да-да, QN8, да? Так, экран. Ребят, спасибо всем, кто говорит про экран. На импресса тебе отдельно, спасибо. Вот, Рик, дороже в камеру в пару раз. Да. На маноморф шорты. Объектив френд или дороже камеры в 3-4 раза. Там, видел, у него там чемоданчик был. Я уж про чемоданчик молчу. Чувствую, что нас... Ну, видишь, Айкагард, дело в том, что нас не поим, а дело в том, что под конец, надо сказать, техника не важна, а важны софт-скиллз. Причем, софт-скиллз важны. Ну, просто не надо это вот так преподносить, что, типа, на 550 экран ты снимешь каша из топора. Делать изображение кинематографичным, хороший сценарий, крепкая команда профессионалов. Ну, не, ну... Там, чувак-то молодец, он все хорошо сделал. Я говорю, просто вот сама подложка не очень. Сплошной фейк. Да и машину можно заменить другом с вейпом. Ну, опять же, не заменишь, когда ты снимаешь так много. Сняли гачмувер. Окей. Макс, приветики. Синий туман похож на обман. Так, посыл видеокамера ничто. Линзы, свет и другое оборудование. Все, видишь, на самом деле посыл видео еще проще. Камера ничто. Курсы. Все. Для начала надо посчитать, сколько стоит час твоего турда, а потом посчитать, сколько времени экономит камера получше. Только ты поднят, нет, бобрик, это понятно. Ну, видишь, мы поняли, к чему все шло. Я вот действительно не понимал, как снимают туман без падения контраста. И он контраст у тебя немножко падает? В любом случае будет падать. У тебя черное не будет черным. Он для этого и нужен как раз, чтобы убрать контраст. Не взять-то можно, но бежать не позволяет. У них там эпич лс-300 что ли с лайт дом. Это уже 1200 где-то. Не, ну да, просвет это отдельно. Там много денег. 175к надо брать срочно. Закажу два комплекта на всякий случай. Вдруг подражает, бродам. Не надо. Боксер, конечно, пирожок. Не, ну, кстати, сам чувак нормальный. Может быть, он в каких-то моментах недоигрывает как актер. Но, с другой стороны, если это просто чувак из зала, то к нему, наверное, неправильно предъявлять такие требования. А потом, знаешь, предъявишь такие требования к нему, а он тебя по IP вычислит. Ну, обидно как-то. 550д, 5д, разница копеечная. Но отложил у любого школьника за 250 на первое время. Стыдно же быть таким. С протянутой рукой два дня посидеть и будет тебе на 5д2. Пару стримов сделал, да? На 5д2 хватит. Фальшивые мальчики. Ну, вообще, вот тут ты прав. Тут такое надо, опять же, вот про время очень был хороший комментарий. Время стоит дорого твое, скорее всего. И даже не только твое, а все еще команды. Поэтому, типа да, типа можно снимать, но зачем? Неплохо-неплохо. Пару с картона до 3д окидает. Привет, а почему не обсуждаем сони 402,8 джем? Там вроде 300. Хе-хе, ну ты понял. Вчера обсуждали. Чего обсуждать, он не вышел. Анонсирована разработка же вроде такой. По-моему, это 302,8. Или 400. Ну, мне поправить, если что. Ну, гример из него такой себе, но это да. Хороший мальчик, всего 12 тысяч долларов. Нормальный объектив стоит нормальных денег. Согласен, что с хорошим сценарием нормальные операторы могут снять и на условно такую тему, но при этом уберите весь остальной гир, который стоил под 5,8. Ну, да, 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 в этом-то и вопрос. На 550D монитор нацепил. А что, так можно было? Конечно, монитор это вообще офигенная тема. Надо всем настоятельно рекомендую. Намного удобнее. С монитором удобнее, чем монитор. Тут как бы все. Снимите такую камеру с использованием просто одной этой камеры китового объектива и света. Это я видел в видео несколько лампочек. Ну, не снимешь, в том-то и дело. Зачем он тасол пил? Что ж, не знаю. Видео сильно перекошено логикой повествования. Ну, в смысле, почему? Там он сидит, а на боксовском матче его там полупили, ему тяжело. И он вспоминает, как он пришел в зал, тренировался, тренировался, а потом встал и пошел навалял. Почему там все нормально? С курсами, да слушай, вот эти курсоделы, они в этом плане очень прямолинейные. Ребята, они не тонкие. Они вот грубо подают. Господи, посмотри на Александра Медведева, при всем уважении. Он не тонко тебя подводит к тому, что нужны курсы. Он тебе в лоб это говорит просто. В лоб. Почему? Потому что чем понятнее ты говоришь большинству, тем большинству легче воспримет эту информацию. Ну, это нормальная тема. Илья, он у тебя инфографику спер. Кто? Где? Какую? Когда? Подожди. Кто? Судить надо? Все, судится? А, черное и красное. Ну, да, ладно. Я понял, о чем ты говоришь. Слушай, а ты глазастый, молодец. Ну, шрифт придумал не я, и красный, и белый цвет придумал тоже не я. Так что, ладно, прости, мама, эту оплошность. Я спасибо за этот стрим, посмотрел кусочек, но буду пересматривать. У меня как раз лежит 550D с установленным ML. Не, ну круто. Если есть возможность снимать, надо снимать, но... Понимаешь? Даже мой вот этот веселый тест с объективами, тоже как бы... Блин, это все такое... Курсоделание, вот это все. Косыря 4, можешь не смотреть. Александр, доброй ночи. Без света, мы не согласны нам. Все это подавай, и Надю тоже. Место под солнцем, дайте ему температуру, камерафон, ионг, ноу. Пусть зад порвется, снять что-то вменяемое. Илюха, привет, камера ничто, свет решает все. Как тебе сказать? Я очень не люблю такие категоричные высказания, они прикольны для громких заголовков. Ну, света, чего? Он же сам сказал, что в некоторых залах он просто даже этим светом не вытянул. Была бы у него нормальная камера, он бы вытянул со светом. Ну, типа, он создал себе хорошие условия, и в этих хороших условиях что-то снял. Ну, да, ну, молодец. Молодец, не вопрос, вообще молодец. Ну, просто посыл видео совершенно неправильно, точнее не так. Он правильный с целью того, чтобы продать курсы. Ну, да, сюжет банально. И, кстати, вот тоже было про... Вот вы говорите, там был ваш комментарий, хороший сюжет. Хороший сюжет вообще... Сколько там хороших сюжетов забыл? По литературе вылетел из глаз? Девять, два, не помню. Короче, очень ограниченное количество, очень немного. То есть сам сюжет, он, в общем-то, что-то кардинального нового придумать, наверное, не то, что нельзя, но очень сложно. Причем в том же самом Голливуде, нашим прекрасным и любимым, вообще категорически тяжело со сценаристами, потому что даже проекты типа Аватар, это франшиза, которая миллиарды зарабатывает уже, не может найти нормальных сценаристов. Вы знаете, какие сценаристы у Аватара? Я хотел-то влился отдельно записать, но ладно. Там пять сценаристов, они все там рука руку моет, и все со всеми работали. А один еще умудрился снять Терминатор Темной Судьбы. Точнее, не снять, а за сценарить. Чувак, который был сценарием Терминатора Темной Судьбы, не должен подходить никуда вообще просто. Ну, к этому месту только понятно какому. И чего? Аватар 2 сценарно отвратительный. Отвратительный. Почему он такой? Объясните мне, пожалуйста. То ли это рука руку моет, ну, то есть вот круговая порука мажет как копоть. Почему нельзя нанять нормальных сценаристов? Почему? Их что, мало? Там же сценарные школы, это все очень серьезно, это много денег. Сценаристы, кстати, получают много денег за свою работу, там миллионы долларов за сценарий. Я вот смотрел интервью с чуваком, который Hardcore снял, Илья Найшулер, Илья Найшулер. И он рассказывал про сценариста, который как раз писал сценарий, как никто. И хотя никто, это Джон Вик, такой Джон Вик, если бы у него была семья, грубо говоря. Но по большому счету, это Джон Вик. То есть там вот фишки те же самые. Абсолютно те же самые. Фишечки маленькие. Помните, как там все Джона Вика боялись вначале? Ну, типа, блин, это Джон Вик, надо щемиться. Ну, придется с ним махаться. И у Никто, помните, там был момент, когда этот, я забыл, как главного героя зовут, забыл. Он ходит по тату-салонам и ищет татуировку. И заходит в один тату-салон, где сидит ветеран такой, ну, такой хипарь оброшенный такой, ну, не хипарь, ну, как его назвать, дед такой хипарь, в военной куртке такого армейского образца. И приходит чувак, там машет, главный герой машет ксивой, а ему говорят, что-то ты, чувак, ксива-то у тебя неправильная, и котлета, и ты тут это не размахивай. И там главный герой начинает кричать, что, может, я хочу, чтобы мне эту котлету отняли. И тут этот армейский ветеран видит татуировку, там, две карты, да, по-моему, две карты, понимает, из какого-то чувак был под разделение, и просто берет, встает и уходит, закрывает за собой железную дверь, типа, все, пацаны, вам всем хана, мы с ним ничего здесь делаем, я ухожу. То есть это такая джинвиковская тема, и тем не менее, ну, то есть сценаристы получают много денег. Почему нельзя найти хорошего сценариста? То есть то, что здесь вот, ну, можно назвать сценарием, оно очень простое, прям очень простое. И поэтому кажется, что если ты хочешь писать нормальный сценарий, лучше больше художественную литературу читать. Ну, при всему. Надо выучиться, если бы я бы хотел стать сценаристом, надо, конечно, выучиться на сценариста, потому что он дает тебе вот эту канву, как работать. Иначе с самого начала все это придумывать не надо, надо взять уже, как работает. А вот идея, это художественная литература. А что нельзя было 51,8 вместо лоу? Да, не кинодельческий, это как то. Камера не важна, если монитор фуфло. Это да. Хе-хе-хе. Так они разгоняют туман в определенных местах. Насколько я понял, они разгоняют туман, чтобы у тебя не было перепадов. Чтобы у тебя не было явных частиц тумана. Они его разгоняют, чтобы у тебя была просто общая дымка. Вот зачем. То есть они не хотят, чтобы у тебя были дополнительные вот эти вот туманы в кадре. Потому что если у тебя будет туман в кадре, то магия кино, она начинает рассеиваться. Некрасиво будет. Что там делает туман в зале? А так, они туман напускают, чтобы как раз картинка была менее контрастной, но чтобы тумана не было видно. То есть туман запускает, чтобы картинка была менее контрастной, а рассеивают его, чтобы его не было видно. Сигма ФП. Когда от тебя курсы будут? Тоже пародия начинал, пора продолжать подкалывать курсы делов, пора. Слушай, будут когда-нибудь? Canon FX3 и Canon FD Killer. Илья, Павел, привет. Всем мальчик. Снимал когда-то интервью на 550, да и 70D. В итоге то, что снял на 550, оставил один шот. Ну, потому что ты не снимал на аноморфот, у тебя не было светового оборудования на полмиллиона, не было команды, которая бы тебя все сделала и туман разгоняла. Ну, ты понял. Не, про логику имел в виду, что говорят про дешманскую камеру и пытаются верить на нас, что это она затащила навыки съемки. А про команду и тона света что-то забыли. Ну, это такая какая команда? Тона света. Ну, о чем ты говоришь? Ну, так, пару человек ходил и десяточек. Ну, кто-то свет этот ставил, кто-то это все настраивал. Ну, о чем ты говоришь? Не думаю, порядка. Ты главный курс купи, он курс хороший, курс купи. и это все не смотря, это так какие-то непонятные люди. Света, да, свет не прощает. Жалко, что не на Olympus, Pen или A6-400 снят. Ну, на самом деле, вот в данном конкретном контексте, вот реально, ты туда чуть ли не что угодно посади, плюс-минус, и у тебя будет создавать такой же результат. Каминг-аут, а мне понравились темные судьбы. Дэйв, расскажи почему. Я сейчас без иронии, расскажи почему. Мне кажется, просто бедного терминатора насилуют во все его остальные отверстия несчастного. Это, это темные судьбы, это где Арнольд Шварценеггер, терминатор, стал Карлом и он делает шторы. Это вот вот эта темная судьба. Я не знаю, это такой метамодерн, что мое почтение. Фотон и все, да, Бобрих, Фотон и все. Блин, посчитал час моего труда, стоит от 200 до 450 рублей, надо что-то менять. Я не хочу считать, сколько стоит мой час, я расплачиваюсь и пойду. Пойду стрим или и стримить. Нормальная, кстати, тема. Делай, я приду к тебе на стрим. На твоем стриме буду обсуждать со мной мой стрим. А потом сам это все обслужу. Да, нормально. Аватар сегодня не актуально. В Аватар глобально апокалипти... Аватар? Я не понял, извини. Если это что-то политическое, то можешь не объяснять. Илья, ты бы что приобрел? ЦС-85 не 4 или КНФД? Ну, смотри, для чего? Не знаю. ЦС-Планар ты имеешь в виду? Он такой ровненький. Что-то ФДшки любят, очень сильно их нахваливают. Но, по-моему, они несколько переоценены сейчас. Надо посмотреть, сколько они сейчас стоят. Слушай, я бы из этих двух наверное купил тот, который дешевле и не парился бы. Вопрос, если тебе устраивает картинка с ЦС-а, то я бы оставил ЦС-с норм. У меня есть два ЦС-а, меня они в целом устраивают. Илья рассказывает сцены из фильма Nobody. Ну да, никто. Чингис, парни, покупайте курсы. Главное, у меня покупайте. У меня. Ссылка на Donation Alerts. Вот кликайте и курс вам придет. Когда-нибудь, как Adobe. Главное подождать. Стрим по Sony 400 мм будет? Да там, подожди, дай я посмотрю. Что-то я сомневаюсь в 400 мм. Мне казалось 300. Сейчас, погодь. 302, о чем ты говоришь? Где-то видел 400 мм. 302, 8. А, что-то не в том браузер показываю. Все время забываем. Это я еще вчера говорил, что будет 300 мм, 2,8. Он будет 24-м. Я вчера мог не сказать, что он будет в 24-м году. Но вот я как раз говорил про вот эту красивую полосочку. Слушай, ну, не знаю. Можно что-нибудь про него рассказать, когда он выйдет, а так-то что? Мою жизнь он никак, к сожалению, не поменяет. А тот, кто снимает на Sony профессионально, это, конечно, крутое решение. Sony молодцы. Тик. Сам Янгбери. Дурень курсами умнеет? Может быть. Смотри, смотря какие мы. Ладно, окей. Я не говорю, что курс это плохо. Я говорю, что очень много людей, которые курсы предоставляют, ибо самим пойти на курсы. Не скучный тест. Интересное название. Привет, подскажи, пожалуйста, 1635, 8G-мастер. Норм объектив для видео. Конечно, да, еще. А если ты еще возьмешь Т3-1, вообще огонь будет. Нет, 1635, хорошие объективы для видео. Ну, видишь, ты задаешь такой достаточно простой вопрос. Правильно тебя уточнить, а для чего ты хочешь убрать? Вообще, да, норм. Отсылка, да, отсылочка какая-то. А как тебе Panasonic S5M2? Чингис, на самом деле, клево. Ну, который X, конечно, X, ну, потому что, ну, там понятно, почему. Но я очень рад за Panasonic, они, наконец, издали крутую камеру. Вот видишь, у меня там сбор для фазовой точки для Sigma FP. Я думаю, может быть, они выпустят прошивку и фазовые точки появятся. Я бы был счастлив. Но за ребят из Panasonic тоже счастлив. У них, наконец-то, вышла нормальная, вот прям без всяких но, наконец-то, вышла нормальная камера. А при том, что у них очень много вот этих наворотов фишечек для видео, типа углов, false colors и так далее, то это, конечно, вот круто. Молодцы. И запись на Hard прикольная. Еще бы RAV туда закинули и все. И вот считай. И если бы там еще RAV докинули, я бы уже подумал о том, чтобы Sigma поменять. 300 есть и 400 есть. 400 не видел, 300 вот показал. И ждешь FP2? Не, я не жду. Мне от FP нужен только фазовый фокус. Если они выпустят, пусть сначала выпустят FP на Favion, ну, или там камеру, которую они хотели, на Favion, а FP2 я не жду. Мне бы с этим справиться. то есть у меня нет проблем с тем, что в FP1 нет автофокуса. У меня есть проблема, только что она меня самого снимать не может. А так как эту проблему у меня решилась, как, хотеть-то, конечно, буду, а вот купить, не знаю. ЦС мануальный, Canon, нет. Вот, не, подожди, Canon FD, он мануальный тоже. Если ты про вопрос Чингиса, там оба мануальных. Просто FD имеет такую магию, магию. Снимаем фильмы 400 миллиметров. Слушай, было бы прикольно снимать фильмы 400 миллиметров. Вот придумать, вот именно сценарно придумать, как это обыграть, было бы прикольно. Да, они оба мануальные. Тут зависит, какое слово главное, дурень или умнеет. Узнаешь, когда я стримил с Александром Медведевым, или когда переписка была с Александром Медведевым за день до этого, там Дима Костылев говорил, что я могу взять от ваших курсов Александра 4 минуты, которые он показывал публично, на его YouTube-канале он говорил, что я для себя 4 минуты только могу полезную информацию найти. Не потому, что Дима хочет перенести Александра, а просто у Димы тоже очень большой опыт. Если ты ничего не знаешь, наверное, все курсы так или иначе тебе помогут. Станислав, я не знаю, я думаю, что тебе особо курсы не нужны. То есть, если ты захочешь изучить, например, программу по монтажу, да, тут, конечно, лучше пойти на курсы, их очень много, и они, главное, простые и понятные, для того, чтобы владеть новым навыком. И то ты сам это сможешь сделать, просто дольше будешь делать, чем на курсах. Когда вот курсы, как снимать, для меня это, по-моему, такое. я жду Sigma FP2, ну, посмотрим, посмотрим. Нет, выйдет, будет хорошо, хотеть-то буду, но купить, наверное, в первое время не куплю. Для съемки клипов на Stedic его поставить, для супер общего плана, на средний крупный план, 51.2 купил. Ну, слушай, я бы тогда тебе советовал посмотреть еще на 16.35, который ну, с моторчиком, который PZ. Я думаю, что тебе на Stedic ставить 2.8 не критично, а вот PZ это, может быть, штука, которая тебе поможет. Но в целом, конечно, хороший, что-то. Или первую купить с AVI. Можно первую купить с AVI. Не, если во второй завезут фазовые точки, это будет хорошо. Мне цвет на фото нравится. Слушай, чингис, мне показалось в JPEG, что цвет с Sigma такой же, как цвет Sony A7.3. Вот прям очень похоже. Sigma Fp на Panas S5 MX2X меняешь. Ну, если мне скажут менять одну на одну, я очень задумаюсь. Продавать свою и покупать Panas вряд ли буду. Так. на 400 миллиметров можно снять жизни уток на Неве. можно там, там только 4, это темно и не так моет. Так тебе же на стедик. А что ты хочешь? Подожди, но если ты будешь использовать на 16 миллиметров, тебе вопрос размытия не сильно будет волновать. Вот. Ну, не, ну, смотри, 16-35, 2,8, отличный объектив. Джонас, пойду на курсы. Как делать курсы? И такие, наверное, есть. А я снимал на 135 миллиметров микрофильм, как утки меняются партнерами. В лучших кинотеатрах страны, просто. Блинчик 24-2,8 на R10 выгуливал? Не, я его только сегодня принес. Ну, слушай, я от него чудес... Понимаешь, этот объектив у меня уже был 24-2,8, но он у меня был до того, как я делал стримы, или, я уж не помню, это было тогда уже давно. Короче, я его не использовал для видео. Он... Я попробовал его для фото, у меня еще даже к нему бленда была, и мне он не очень понравился. Ну, то есть, для меня он такой, ну, так, ну, Вот, вот так примерно. Вот. Поэтому он мне принципиально ничего не даст. Единственное, конечно, чем он прикольный, он компактный. Но с R10 это надо еще переходник использовать, и он... R10 с этим объективом становится не сильно компактнее того же 250-го канона, а снимают они, я думаю, там плюс-минус одинаково, поэтому, ну, как бы, овчинка выделки не стоит в данном случае, на мой взгляд. то есть, лучше, на мой взгляд, лучше, R10 перекрутить 16-2-8, вот это для меня и по углу интереснее, ну, и в целом интереснее. Ну, так можно 35 сделки, можно, если 35-2-8 надо, то, конечно. Для общего плана зачем мыть? слушай, если есть такая задача, почему нет? Обычно на широких еще закрывают, иногда и закрывают, если света достаточно. Но я это заметил только тогда, когда монтировал видео в слоумо. Как утки меняются партнеры? Это, это, конечно, прикольно. Извините, я что-то забыл вот это делать параллельно. Как утки меняются партнеры? Это прикольно. Не поверишь, все объективы со временем становятся нормой, если их постоянно не сравнивать с мусором всяким. Ну, понимаешь, вот, опять же, вот я не, при всем, при том, что вот эта вот связка сейчас выглядит, вот эта штука похожа чем-то на 70-200 четверку. Вот ради веселья можно было бы рядом поставить 70-200 четверку, потому что в 70-200 диаметр переднего линзы еще меньше. А по длине он, наверное, будет, ну, надо посмотреть, конечно, ну, плюс-минус вот таким. Вот меня вот такой вот размер в принципе не смущает. В принципе не смущает. То есть, если бы я стрит пошел снимать, ну, для стрита это, конечно, великовато. если бы я пошел снимать вот просто на улицу, то меня вот такой вот комплект вполне устроит, потому что он даст мне небольшой разбег фокусных расстояний, и все, мне больше, в общем-то, ничего не надо от этой камеры. поэтому он быстрый, хороший, мне нравится. Вообще никаких проблем я не вижу. Собственно, раньше было, наверное, вот как-то вот так. Сфокусируется. Вот на 20 миллиметров стояло. там дальше и все. Но компактности здесь нет. Ну, это да. Это да. Подскажи, какие эндофильтры купить переменные хорошие, кроме фривола и какой плотности, чтобы на улице снимать? А что тебе фривол не нравится? Я бы фривол советовал. Я бы фривол советовал. Купи бейч, они дороже, но лучше. А вот какой плотности, бери варю. Понимаешь, ты говоришь, что-то снимать на улице. А какой там свет на улице? Это ж я не могу тебе сказать. Бери варю нд. Самый лучший вариант. Потом придешь к каким-то своим любимым значениям, купишь стандартные. Но в принципе варю вариант хороший. Утки свингеры скоро на экранах возможно не голубых. Ну а что снимать, как люди меняются портнерами, дадут по башке? 400 миллиметров для этого и нужно, чтобы не дали. А кинофестиваль утки в Европу, да? Топ все его брать. Просто у всех на слуху они только. Они на слуху, потому что они стоят вменяемых денег относительно и дают нормальное качество. Вот. У меня давно есть затея сделать сравнение дешевого фильтра, ну относительно дешевого фильтра и фривола. Ну если тебе вкратце сказать, то на дешевый фильтр можно снимать, но у тебя там будет прыгать прыгать цвет в зависимости от плотности. и если для тебя это важно, потом ты можешь замучиться, сводить потом свою картинку по цвету. Вот тут если ты один раз попадешь на эту тему, ты плюнешь все и пойдешь купишь нормальный фильтр. Вот один раз достаточно попасть на эту тему. А если ты не попадешь на эту тему, ну тебе будет нормально. То есть если у тебя какой-нибудь баланс белого стоит автоматически и вдруг он это поправит более-менее или тебе не важно, чтобы это было по цвету прям идеально смачено, тут бог с ним. знаешь, какой бери этот? Интересный, где он у меня? Кстати, а интересный, где он у меня? КНД в концепт. Вот у меня есть НДшник. На Авито они продавали за 1500 рублей. Вот. За 1500 рублей берешь, он НД до НД-400. От НД-2 до НД-400. Ну и в целом жить можно. Хой отличный вариант. Нисси да они отличный вариант. Хой Варио я не скажу, что мне бы нравился. Он просто нормальный. Который недорогой. Нисси, они по-моему дорогие. Вот КНД в концепт за свои деньги они, да, вот КНД в концепт вот 2400, но у него есть Color Shift. К ним пыль не прилипает. А как такое вообще возможно 2400 разбросить? 9 ступеней просто сразу забабахали и все. Но только на НД-400 он будет давать неоднородную плотность. Так называемые кресты. Ну, а если даже не кресты, он будет просто неоднородный. Вот. на НД-400 его использовать нельзя. надо, к сожалению, у него он круглый, то есть он прокручивается всегда, у него нет насечки. То есть ты бы просто как бы его зарубил, знал бы куда не надо двигать, а тут надо об этом думать. Берите только НД-232 не больше, иначе крест поймаете. Ну, да. Ну, вот Freewell. 9 стопов там, по-моему, если правильно помню. Ну, я 51-2 G-Master, и 16-35 G-Master ставить на них НД для шманских. Зачем? кстати, ремол задает очень логичный вопрос. А, нихуя, хайда, я таких не знаю, к сожалению. Но Freewell надо брать, тогда и все. Да, бери Freewell, нормальная тема, у меня он где-то лежит. Я еще не раз где использовал. Купил НД-шник в Санкт-Петербурге, мое почтение. Как купил, так солнце перестало выходить, вот реальную. Но собирал еще такой радостный, пошел покупать, купил коробку, порвал еще в хламину. Все же, не вернуйте, думаю, ну все, отличный, солнце село. Типа так скажу, Джонас, у нас тут есть место, которое так и называется. Я хотел тест этих фильтров сделать на фоне этого места, а потом подумал, не оценит. Хайда, лучше Freewell, цвет не меняется и креста нет. Цвет не меняется, я такого не поверю. Я в такое не верю. Это, у любого НД-шника должны меняться цвета. Я бы потестировал. Просто у кого-то это лучше. Я тебе так скажу, в Blackmagic'е Pocket Cinema 6K, где всего три фильтра стандартных, и там есть Color Shift. Вот когда ты три вместе сводишь, два, три, два, 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 у них три значения, там два НД-шника стоит. Ты их вместе сводишь, они тебе дают Color Shift. Не поверю, что в любом, ну, в переменном фильтре, а как он называется? Хайда, как именно? Не захотел тратить деньги на НД, переехал в Питер. Да, кстати, тоже неплохо. Да и в Питере вообще хорошо. В целом. Артем, использовали КНД в концепт НД-2-32 ЦПЛ. Советую, только нужно учитывать, что там полярик еще встроенный при наклоне камеры не обменяет яркость. Вот КНД в целом, за свои деньги КНД в принципе хороший. Я, правда, не знаю, сколько стоит тот, который ты советуешь, но тот, который у меня был, недорого, и для начала, условно, вот, если нужно НД-шника, денег нет, ну, за 1500, почему нет? Особенно НД-типлята, обычно НД-типлята, особенно дешевые, там, понимаешь, неважно, теплит он или не теплит, главное, что он делает сдвиг, в зависимости от плотности. Это значит, что, если бы он просто теплил, ты бы просто взял, его скомпенсировал на камере, А если ты еще, не дай бог, ее будешь двигать в процессе, то все-таки... В НД на 32, на 52 не поснимаешь, не поснимаешь. Поэтому, фрил делает два фильтра, НД, ну, собственно, НД-2, 32 и 32, сколько там дальше, и 32, 400, это вот. Ну-ка, Хайда Про, подожди, Хайда Про, хочу посмотреть, Хайда Про ВНД. Ну, у него эта штучка есть, ну, слушай, это что-то... О, ну, недорого, слушай, 4500, это нормально, это как фрил, даже дешевле. Прикольно. Ну, недорого, кстати. Правда, конечно, бы просто, просто ВНД, но... Вот эта штука прикольная. Чехол как у фрилли. Сколько фрил сейчас стоит, интересно. Вот прикольно сделано, мне очень нравится, когда сделано так, что фильтры постоянно не крутятся, это неудобно, мне кажется. Прикольно, когда вот так, просто по насечкам сделано, и все. Мать моя. А, это все фильтры, все, я понял. Смотрите, здесь какой кайф-концепт, кайф-концепт стоит дороже, ничего себе. Он тоже какой стильный, смотрите, вообще. Фильтр, чехол из эко-кожи, мое почтение, вы посмотрите, красота. А можно фрилл каких-нибудь? Виндим. Сколько сейчас они стоят, интересно. но одинарный девяточку. А, стойте, это в зависимости от того, какой диаметр большой, если я возьму небольшой диаметр. bright date, потому что от шести до девяти ступеней. Ну, не знаю, хайды надо посмотреть, конечно, но в целом недорого стоит, в целом, как бы, вполне адекватные деньги. Так, у них еще штырьки торчат для вращения, это неоценимо, на морозе. Штырьки, это прикольно. У Дэна Багет есть обзоры сравнения с фривол. Да у меня тоже есть сравнение с фривол. Фривол нормально. Я вот, собственно, после сравнения, мне понравились. Фривол, они лучше, чем первые цыганские макинновские фильтры от Polar Pro, которые вот эти вот. так что, знаешь, не просят так. Светая фитбер хайда тоже рассматривал, у Тарана был обзор на поддубный, он вроде зашел ему. Не знаю, это не тестировал. Фривол тестировал, фривол мне понравился. Хайда купил и не нарадуюсь, до этого был фривол, он в зеленый уводил. Интересно. Вы неправильные фильтры смотрите, надо дроп-ин в переходники фигачить, но это понятно. Да, если на Sony хотят поставить Sony, тут уже извини, никакой дропыны не получится при всем желании. Недорого, неравносильно, хорошо, согласен с тобой. Просто, опять же, когда я читал про фривол, их сравнивали с Polar Pro и много кто сравнивал их с Polar Pro. И фривол были очень хороши. Это, знаешь, вообще надо черный пакет наматывать на голову сразу и все и никаких проблем. шутки за 300. 19 число 777. Да. и в колодец. Да, все, и не мучиться. Павел успел помыть посуду, сварить пельмени, посмотреть с подругой кучу тиктоков, десерты чай, открывая ноута, стрим еще идет. подруги, привет. Я уже заканчиваю. Все, Павел, уже заканчиваю. 037, нормально, можно идти. В общем, ребят, ой, не сюда, не сюда, вот сюда. Надеюсь, вам понравился эксперимент с объективом. Естественно, вы можете написать свои комментарии под этим видео. Нравится ли вам новая картинка? Сильно ли отличается от сигмы? И вот это вот все, это важно, все будет хорошо. Нужно еще брать сам большой диаметр и подгонять под кольцами под меньшим. Можно, неприятно, но приходится и заниматься этой ерундой. Посмотрели клевое видео? Касмине отдельный респект. Зайдите на канал Касмины, лайки и видосик поставьте, пожалуйста. Вот, Касмина молодец, сделает крутую работу. Мало кто так делает. Можно даже без комментариев, просто лайк поставьте. Ей будет приятно, я считаю. Вот. А на сегодня все. Большое спасибо всем, кто посмотрел. Большое спасибо всем, кто комментировал. Ну и отдельное спасибо нейросети, что поддерживают меня сегодня. Нейросети. Спасибо. Спасибо. Увидимся завтра в 21.30. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok